давайте посмотрим кто у нас уже начинает присоединяться можно в принципе поставить плюсики в чате кто у нас есть кого у нас нет здравствуйте отлично отлично о знаете тогда давайте начнем с такого маленького интерактива скажите пожалуйста или поставьте плюсики сейчас или просто напишите так там можно просто не знаю давайте цифру 1 вот цифру 1 поставьте пожалуйста цифру 1 кто уже был на моих вебинарах или кто со мной встречался просто скажем так на моих выступлениях на площадках на отраслевых есть такие или все прям новенькие ага ольга семью так отлично отлично ну понятно то есть значит у меня есть ребята которые коллеги которые уже меня знают и есть вновь участники вновь прибывшие отлично ну что ж те кто были на вебинарах я думаю что мы сегодня что-то проговорим в небольших контекстах того что было и все-таки я постаралась максимально дать новую информацию но для того чтобы у меня было понимание мне бы хотелось чтобы вы прямо сейчас написали для меня это очень важно потому что я очень быстро могу находить примеры из вашего бизнеса напишите пожалуйста прямо сейчас отрасли в которых вы работаете те направления ритейла сферы мне тогда будет легче либо вы занимаетесь услугами это тоже бывает нужно достаточно часто обращаются буквального час ровно четыре минуты назад разговаривала так понятно вижу а более под молочная категория отлично женская одежда отлично стройматериалы очень хорошо люблю стройматериалы мы сейчас как раз прямо делаем концепцию продуктовый ритейл и консалтинг косметика косметика по продажам розницы одежда косметика понятно дискаунтеры отлично приправы специи вкусняшки книжная торговля детская книга о как интересно органика сеть супермаркетов отлично сетевики есть канцелярия товары для творчества я за эти вас так любя вас называю рукоблуды не обижайтесь на самом деле я к ним отношусь я рисую картин у меня как раз стоит я его называю как раз виросником строительное отлично ну что ж давайте тогда мы с вами в принципе начнем те кто присоединятся к нам потому что честно скажу будут приходить какие-то лайфхаки могут прям вот родиться тут же можем придумать это как на прошлой неделе на вебинаре тут же разговаривали сидит девушка в чате спрашивает говорит я вообще рисую я горит занимаюсь услугами рисуюсь детьми мультики ну такое у нее хобби и она горит у меня все у меня все встало все стопор никому никакие мультики не нужны знаете к с кем ее сконнектили вы не поверите со спикерами которые которые сейчас зашивают все онлайн школы потому что выяснилось что им интересно интерактивы и интересно писать рисовать какие-то такие заманюшки и бы тут же ее реально сконнектили прямо с заказчиками они сейчас олеся у нас с ними контактирует и они вместе оформляют онлайн школу вот пожалуйста поэтому все бывает бытовая техника понятно ну что же давайте сейчас тогда мы с вами потихонечку начнем я все-таки представлю для тех кто меня не знает скажу буквально вкратце о себе все прочитать можно будет в презентациях на самом деле занимаюсь я практикой буквально вот сейчас сегодня с утра пришел новый проект мы его уже шесть месяцев скажем так вели в зачатии но сейчас мы реально понимаем что он должен весь измениться это новый вообще фермерский проект как видите что ничего не остановилось все работает мы продолжаем общаться в онлайн но тоже послезавтра выезд уже прямо на площадку я занимаюсь именно открытием концептуальным торговых предприятий магазинов цехов потому что я сама техники пищевой промышленности но из-за не помимо этого занимают психологии покупок и нейромаркетингом это мне понадобилось скажем так вообще окунуться нейромаркетинг и психологии только для того чтобы очень четко продавать понимать как продавать поэтому в 2004 году я познакомилась компания удошок концепт и стоит пары я очень четко для себя понимаю это как раз возрождение и уже такой официальный статус у нейромаркетинга у вообще у мира науки про психологию и поведение потребителя и на протяжении всех лет руководя скажем так региональной сетью я после этого уже перешла в консалтинг консалтингом я занимаюсь уже больше 15 лет поэтому есть очень достаточно много проектов и буквально сейчас еще виду уже больше трех лет несколько сетей в казахстане продуктовые и детские товары я очень рада потому что даже несмотря на то что мы скажем так мы отлич отлич отличительный но есть у нас общие черты у поведения наших потребителей сегодня мы в основном будем говорить о них именно о том что сейчас ними происходит как мы вообще какую вывели новую коллег скажем так сегментирование для потребителя это не значит что завтра вы побежали все свои торговые точки да и вот только так их проранжировали и стали стали работать только из этого нет сегодня мы будем говорить на вебинаре о том что на что нужно обратить внимание потому что сейчас точки касания по большому счету и вы поймете я вам покажу слайд который был сделан пять лет назад мы уже тогда говорили о том что обратите внимание вот те самые точки касания с нашим клиентом и вы поймете что в принципе ничего не изменилось вопрос только в том что нас догнало время вот это как раз та самая ситуация когда нам нужно все-таки сесть и для себя понять даже я мне все время спрашивают или на почему-то школу ритейла не делала в онлайн еще три года назад когда мы ее создали я говорила бы ребят но все классно здорово мне в оффлайн общаться легче я вижу своих предпринимателей они сидят у меня за партами как ученики я понимаю как они реагируют на ту или иную информацию и на сегодняшний день мы очень четко для себя поняли пожалуйста вот она меня вредогнала время и мы полностью перешили перепрошили переформатировали школу школа ритейла теперь в онлайн это вот данность нас просто догнала время вот и все и поэтому есть смысл сейчас это не значит что завтра у нас умрут наши оффлайновые магазины ни в коем разе пока жив человек нейромаркетинг как работал таки будет работать кинестетика как было она таки останется мы просто говорим о том что сейчас нам нужно просто переформатировать свои бизнесы изменить эти бизнесы да нужно четко себе отдавать отчет что какие-то из них будут трансформированы какие-то закроются кто-то наоборот выйдет вперед и будет другой скачок а кто-то да уйдет на закрытие правила вебинара мы написали с вами на ваш бизнес вопросы ответы мы обсудим с вами в конце я специально оставлю место где мы можем пообщаться информация которая вдруг если даже родиться у нас там входе нужно будет какой-то прислать документ или какой-то ароматизация бизнеса здравствуйте ну ароматизации бизнеса да я занимаюсь поэтому здесь можно говорить очень долго и часами отлично так вот смысл в том что материалы могут какие-то понадобиться почему я и специально не выставляю здесь когда я понимаю что предприниматель мне после вебинара пишет письмо я ему отправляю информацию таким образом я четко понимаю что человеку ей воспользуется она ему нужно поэтому я точно так же сделаю я вам тоже приготовил один интересный подарок и вот я не буду вырослать всем потому что ребят ну просто засели идет всевозможные почты и я не хочу этого делать это не в мою не в моих правилах поэтому тому кому нужна будет эта информация мы не черкнули в конце я вам ее пришлю непосредственно прям индивидуально для вас в принципе все предыдущие вебинары когда ребята мне писали я отвечала буквально в течение там трех четырех дней в зависимости если я где-то была в дороге а сейчас это сделать еще легче программа вебинара о чем мы сегодня будем говорить какой сегодня потребителей в принципе какие у него появились новые привычки мы с вами сейчас тоже находимся в том же самоизоляции я не называю это ограничить это ограничение но это не прямо не совсем уже скажем так в таком закрытом до с положением давайте рассмотрим какие сейчас у нас какой сегментирование потребителя это реально данность это не значит что завтра мы будем сегментировать наших потребителей вот в такой ротации но на сегодняшний день почему мы с акцентировали с маркетологами есть очень классная компания мы ребята партнеры очень люблю с ними работать из екатербурга компания zng так вот смотрите что получается у нас с вами реально сейчас сегментировать можно потребители наших вот по этим пяти группам прежде всего это принудительно изолированные принудительно изолированные это те кто приехал либо откуда-то с командировок и они вынуждены сидеть какое-то время дома они безвылазно им нельзя выходить принудительно изолированные то те которые у нас в больницах это тоже принудительно изолированы мы говорим о том что у них реально на сегодняшний день кроме стресса у них есть еще острый недостаток общения и вот когда мы с вами неправильно простраивая вот с такими клиентами наши цепочки продвижения нашего бизнеса мы начинаем и при прямую продавать в лоб и вот тут мы насыпаемся на полностью преграду чек нам горит нет я не готов это воспринимать сейчас нужно подходить к нему очень достаточно мягко дальше мы говорим у нас есть самоизолироваться и самоизолировавшиеся самоизолировавшиеся самоизолированные это как раз те которые такие как я говорю патриоты и послушники я могу себя отнести к ними реально потому что как только было сказано сидеть дома на самом деле да мы скажем так смогли сделать все вот моменты организовать свою работу таким образом что мы ее ведем из дома даже ведь у меня даже орал об стоит сейчас в моей собственной квартире самоизолированные они прежде всего на самом деле это такие рационалы и вот здесь очень важный момент чтобы вы определились для себя что если вы хотите дать для них информацию они не всегда готовы воспринимать четко опять же продающий ваш контент для них важно чтобы вы давали информационный контент частично с развлекательным но и в то же время а во первых они просто перенесли свою работу домой это значит первая ошибка нас сейчас маркетологов и мы реально это видим даже по отчетам это то что мы не в свое время на даем в часы поэтому пожалуйста коллеги обратите внимание во сколько выходит ваш кант контент в данном случае и какую конкретно вы хотите целевую группу достучаться до какой целевой группы если самоизолированы то примите пожалуйста данные что в это время они дома работают а если они работают на своей работе даже на удаленке они в это время вашу информацию воспринимать не будут оффлайн труженики это вообще другая группа и мы сейчас очень достаточно с ней интересно работы в каком плане это те которые несут высокие риски недооцененные почему мы их назвали недооцененный к ним частично относятся врачи и на самом деле у нас тоже есть акция она сейчас проходит но пока ее вот скажем так она вошла в стадию третьей недели это пиццерия которая поддерживает свой бизнес благодаря социальной программе и они расскажут чуть позже так вот оффлайн труженики это те же ребята программисты которые не могут остановиться наш бизнес вами да и больше большинство программистов реально работают у них обоснованная работа они поддерживают наш там сервера всевозможные сервисы и все остальное и они рам эти ребята тоже сейчас как говорится на контроле это инжиниринг это но достаточно много профессий так вот в данном случае у них на самом деле реально высокие риски это люди находятся в такой в точке фокусной внимания и когда они приходят и мы следом и начинаем вечером еще долбить на них продающим в прямую да там купи у меня там и тебе будет счастье но это тоже на самом деле не проходит поэтому вот казалось бы вроде бы группы все разные но сейчас нужно себе четко понимать они все сейчас мы все реально в стрессе потому что у нас мы вроде говорим нет нет со мной все хорошо да ничего ничего хорошего только по одной простой причине из нас никто не знает что будет завтра мы не готовы к этому мы потому что многие просто кто-то рационально к этому подходит особенно мужчины а женщины мягче но при этом на стресс внутри кто-то может показывать кто-то его не показывает поэтому в любом случае говорить о том что якобы нет ни у кого стресса но ребят но это тогда только вон в дурдоме лежат такие ребятки это совершенно другая история это не про нас жертва карантина это сложная достаточно группа но она есть и у них я мы вывели в рамку них невозможность работать за специфики труда что это такое к ним относятся как раз те предприниматели к ним относятся те бизнес и к ним относятся те люди которые хотели бы возможно им и работали бы с удовольствием но они не могут выйти салоны красоты фитнес-залы это вот как раз та самая группа и жертве карантина я как раз это больше относится к предпринимателям потому что вот мы вынуждены сейчас сидеть большинство вот именно в условиях что мы не можем работать дальше ну и отрицающие это вот как раз а частично группа которая не воспринимает не информат не информацию толком это группа живущая здесь и сейчас они нет никакого карантина вот он живет сегодняшним днем что его будет завтра его не волнует и в основном они готовы брать только развлекательный контент реальном говорю они готовы брать его поэтому мы даже вот их почему и вывели в рамках их не так много причем даже не sens и не все отчеты не все на уже частично подтвердили нам вот эту нашу сегментацию именно по поведению буквально сейчас вот пришел последний отчет смотрела но правда не нашли не российские а он американский и вот там как раз они тоже описывали что практически ну вот подставь наши русские слова и будет эти же пять групп так вот отрицающие это такие люди пофигисты я вот честно говоря открытых я назвала их пофигисты почему потому что сегодня есть до завтра завтра будет завтра и он говорить ему о том что с ним работать на перспективу очень сложно он не понимает этой перспективы он сегодня вот один день прошел и хорошо что будет завтра это будет завтра они даже кстати в продажах даже продажах они показывают у них нет таких рьяных скачков у них нет вот этого вот замешательства пойти там накупить гречки до многих нет такого отрицающие причем это еще и нарушители нарушители порядка сказали в масках он пойдет без маски зачем это все ерунда я в это не верю вот такая вот у них политика поэтому мы их назвали отрицающие мы на них не циклимся мы просто вывели в ранг чтобы вы обратили внимание что когда вы начинаете сейчас делать planning новые грубо говоря потому что я могу точно сказать тот маркетинговый план который мы делали в январе он совершенно сейчас практически не работает он сейчас переформатируются в новый это не значит что мы меняем все программы нет система остается как система точки канала как они были так и не остаются. Мы переформатируем сейчас бюджеты, мы переформатируем сейчас призывы, мы немножко меняем контенты. Сама система, если она у вас была вашего продвижения, вашего ритейла, она так и есть. Она не меняется, система не меняется. Меняется в ней какие-то вот тактические какие-то приемы. И вот мы как раз говорим именно сегодня и будем разговаривать именно о тактических приемах. Ну и интересная группа. Я о них всегда говорю, но мало вообще кто на самом деле на них обращает внимание, а зря. И вы сейчас поймете почему. У нас с вами есть еще очень интересная группа. Сейчас я скажу в следующем слайде о них. Смотрите, что получается. Я прям так подвожу вас к этой группе очень плавно. Последние рамировские отчеты. Посмотрите, пожалуйста, я специально вам вывела в ранг, кто будет меньше экономить денег, кто будет готов тратить. Я объясню почему по поведению по психологии потребителя. Зеты. Зеты молодняк. Денег еще не так много и они пойдут на экономию. Но меня взволновало то, что определенно, смотрите по возрасту, с 26-35, вроде бы, да, это такие уже там здесь по одному, по двое детей у них, но они в большей степени, больше всего собираются сейчас экономить деньги. Реально по всем вопросам. И нивсиновские отчеты нам тоже это подтвердили, что вот это как раз группа возрастная 26-35 не так много денег, и они готовы экономить больше всех. Группа 35-45, они чуть поменьше. И меня просто порадовало, реально, ребята, меня порадовала. Группа это, я их назвала, baby boomers, это возрастные, я к ним сама отношусь. Самое интересное, я поняла еще из психологии, почему эта группа будет тратить меньше. Потому что они мало того, что они закупают себе, они закупают еще кому? А тем самым миллионам, своим детям, детям и внукам. Поэтому, когда мы, вот получив этот отчет, мы сейчас даже в Казахстане, в сети детских магазинов, мы переформатировали контент частично, даже в Инстаграме, посты, которые мы начали писать, мы начали написать, потому что у нас там отформатированы все целевые клиентские группы, мы начали писать на дарители. Там есть группа дарителей, а кто это такие? А это как раз baby boomers. И вот мы очень прям так на них планово стали ставить призывы. Купи внуку, купи внучке, с внучкой поиграй в изоляции, чем заняться? Вот такая-то игрушка будет интересна твоему внуку. И таким образом мы им показали, мы сами их стали, как сказать, им увеличивать спрос. Мы стали им подсказывать, что нужно сделать. Это работает точно так же и в продуктовом ритейле. Я забочусь о себе, я забочусь о своих детях. Поэтому вот это нужно вам учитывать при точках касания, когда вы будете делать формально контент. Вот это вам необходимо, чтобы вы учли этот момент. И вот она самая интересная наша группа, реально мы ее выводим. Еще пять лет назад я говорила на бизнес-завтраках, я говорила на своих вебинарах, говорила на тренингах и акцентировала прям, да, коллеги, сакцентируйтесь, пожалуйста, взрослая группа. Все считали, что у них мало денег, у пенсионеров, типа, с ними зачем работать? С ними нужно работать только потому, что сейчас в онлайне, если они у вас что-то заказывают, и мы реально маркетологи, мы реально понимаем, что это очень достаточно большая группа. Почему? Потому что их будет много, их реально будет много. И вся перспектива сейчас развития показывает, что мы реально стали, у нас возрастной группой наших потребителей, ее будет намного больше, чем более молодые группы. Нам нужен пройти должен период, как пока наши зеты, которых мы сейчас благополучно нарожали, чтобы они к нам пришли к тому возрасту, когда у них будут деньги. Сейчас еще нет. Да, понятно, что какая-то часть денег переходит сейчас к миллениалам, но в любом случае сейчас есть возможность, если у вас рядом в вашем ареале или у вас есть группа, и вы понимаете, что в вашем районе или в вашем городе много пенсионеров, подумайте, каким образом вы можете работать, повлиять на эту группу. Мы даже сейчас буквально позавчера разговаривали в частной беседе, тоже в скайпе общались с одной предпринимательницей из Челябинска, и она мне говорит, Ирина, ты знаешь, у меня поселок одних пенсионеров. Я говорю, смотри, а давай подумаем, как можно сделать, чтобы они у тебя заказывали в онлайн. Она говорит, ну, в принципе, вот так, вот так. Я говорю, смотри, в чем разница. Молодой человек, даже я это вижу по своим детям, они по кнопкам хлоп-хлоп-хлоп, быстренько натыкали, и у них все хорошо. Мне нужно дойти до сути, мне нужно поймать логику. Так вот, если вы пошагово в своем контенте шаг раз, шаг два, шаг три сделаете, пенсионер сможет это выполнить. Я вам реально говорю, попробуйте. Это не значит, что вы завтра ринулись и будете хватать каждого пенсионера. Но если в вашем ареале, опять же, ваших торговых точек, оффлайновых точек, есть эти люди, подумайте, как вы можете быть для них интересным. Мало того, что они могут покупать у вас, совершив один раз покупку, купить второй раз, не всю корзину, особенно в продуктовом ритейле, не всю корзину они к вам переведут, но они могут влиять на решение. Если у них есть авторитет в семье, то как раз миллениалы, у них психологии покупки, у них есть момент, что они прислушиваются к авторитетам. И вот как раз те самые взрослые потребители могут быть авторитетом. Поэтому это вам на заметку. Какие сейчас есть привычки? Я хочу выделить пять трендов, и вы поймете, почему. Опять же, это касается именно точек контакта, когда вы будете наводить с ними, скажем так, дружить сейчас. Потому что реально у нас поменялись. Я даже на школе ритейла, если мы очень глубоко прорабатываем ближнюю зону, дальнюю зону и среднюю зону, то мы сейчас понимаем, что дальняя зона работает только через онлайн-канал, а ближняя работает. Это вот мы сейчас с вами, как говорится, в самоизоляции, мы все прикреплены к ближней зоне. И хотим мы этого или нет, но мы реально вот в этой зоне, мы в ней находимся. В шаговой доступности мы так и называем ближний ареал. Какие сейчас у нас появились новые привычки? Наверное, надо порадоваться. Во-первых, мы стали чаще мыть руки. Продажи мыла, продуктовый ритейл, поставьте плюсики, так это или нет, как в ваших магазинах по отчетам, кто анализирует отчеты. Поставьте плюсики. Есть увеличение продаж мыла? Есть, отлично. Чаще стали пользоваться санитайзерами. Вспоминайте продуктовики еще пять лет назад, когда вам предлагали санитайзеры вместе компания с презервативами. Товара нет. Вот, Елена, я вас понимаю, на самом деле точно товара нет. Санитайзеры. Раньше вы от них отмахивались и говорили в магазин, не, 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 не надо, не надо. Вот давайте мне там презервативы, там три, десять штук, а вот санитайзеры мне не нужны. На сегодня вы их держите три, пять, еще их разных, еще и в разных влитраже. Это данность, которая сейчас должна быть. И в мерчендайзинге, хотим мы или нет, ее надо учитывать. Помимо этого нужно учитывать, как производство мебели, Валентина Кус. Их нужно учитывать еще и помимо того, что даже когда вы показываете клиенту обработку, там, не знаю, там, как комфорт вашего потребителя. Вот даже такие же диспенсеры с дезинфицирующими средствами. Чаще стали убираться дома. Я думаю, хозяйкам сейчас меня девочки поддержат, да и мужчины, я думаю, наверное, тоже. Почему мы стали чаще убираться? А мы стали дома чаще находиться, а, соответственно, уборки стало больше. Поэтому это вот как раз те самые привычки, которые нам сейчас могут помогать продавать. Если вы в хозяйственном магазине продаете, не знаю, там, швабры, тряпки или еще что-то, то вы так и можете говорить, что там предлагаем там набор тряпок, выгодный набор тряпок, да, там, вы покупали по одной-две тряпки, шесть будет выгодно. Смотрите, я, опять же, вот сейчас мы придем ко второму тренду, и вы поймете, почему это важно. Еще раз говорю, новая привычка чаще убираться дома, а сейчас как следствие вы поймете, сколько она может вам подвезти к ней еще товара. Производство там, допустим, там, вот, не знаю, там, Валентина Кустова, производство мебели. Что можно сделать? Да очень просто. К мебели я бы, наверное, писала, нашу мебель легко обрабатывать вот такой-то тряпкой. Такую-то тряпку можно купить у партнера. Или там, мы вам дарим тряпку вместе с мебелью, вам это облегчит вашу работу. Ну вот, я говорю, в таком ключе, это как раз уже как кросс-партнерка. То есть это тоже точки касания. Второй тренд – это цены и промо. Четко есть понимание. На сегодняшний день по сегментированию нашего потребителя. Более 60% покупателей ориентированы на цену. Это не значит, что они будут покупать по самой дешевой цене. Нет. Потому что сегодня потребителю важна цена, но при этом прозрачность цены, и он хочет сегодня еще и качество. Давайте переложим это, перекладывать прямо на себя, как на потребителей. Согласитесь, коллеги, что вам тоже бы захотелось купить классное качество с выгодной ценой. И в связи с этим сразу же у нас появляется третий тренд, и он достаточно очень серьезный. И нам всем стоит на него будет обратить внимание. Смотрите, последние исследования, опять же, Рамира показывают, что покупатели с низким доходом будут частотность, их трат будет выше. Почему? Они более стрессово, они обеспокоены, и они реально закупками занимаются чаще. Почему? Потому что у них нет рычага, они закупают на один-два дня. Ну да, понятно, что гречки закупили еще на полгода, но в данном случае все равно у них частотность всегда чаще. Покупатель со средним доходом это как раз тот самый сегмент, который сейчас реально будет видоизменяться и очень серьезно. Мы все это реально понимаем для себя, что большинство из них скатится к низкому доходу, и вряд ли мы сможем его назвать средним сегментом. Часть покупателей от среднего сегмента отделится и уйдет вверх. Это тоже мы для себя отдаем отчет, что в данном случае так и есть. И смотрите, что получается по поведению. Частота покупок получилась, что с высоким доходом я все равно завтра куплю. Неважно, какая будет цена, я в любом случае куплю. Средний чек, да, он у него выше, потому что мы когда посмотрели сейчас по отчетам гиперов, мы реально увидели их покупная способность. У них изменилась частотность, большинство из них уехало, большинство из них закупилось много, либо сделали другим способом. Они мне все привезут, и они доставки большинство как раз именно о них и делают. А тот, кто покупатель с низким доходом, он говорит, я в Ариале добегу. Я это вижу прям даже вот по своим магазинам здесь в доступности, в шаговой. Если вы очень правильно, четко следите со своим товарным портфелем, вот это я уже, наверное, лет 15 точно показываю, потому что это уже прошло два кризиса точно, что восьмого года, что четырнадцатого. Первый раз, когда хлопнул кризис в восьмом году, мы как раз в это время переформатировали свой портфель. Изначально, создавая продуктовую сеть с форматом, с полным циклом производства, для меня была задача, как для руководителя этой сети, мне нужно было изначально сразу же поставить позиционирование самого, самой компании, самой сети магазинов, и при этом мне нужно было очень четко своим категоричикам поставить вопрос ценовой портфель, какой он у меня будет. Так вот, как только мы с вами четко для себя выстраиваем, что весь наш ассортимент и портфель состоит из определенных сегментов, но давайте вот я самое легкое сделаю, здесь у нас много продуктовиков, но я могу вам точно сказать, что вот на такой сбалансированный портфель я даже услуги могу перевести, и я работаю с этим портфелем, ребят, на самом деле, вот больше с 2005 года. С 2005 года, как я только создавала сеть, вот с той поры мы сразу от себя отформатировали, сделали ценовой портфель. В чем смысл? Вы просто сейчас поймете. Давайте я очень быстро объясню, вот давайте возьмем чай. Чай у нас с вами с той СКЮ. Если бы мы были с вами там, неважно, товаровед маленького магазина, либо мы категорийный менеджер, это вот самое легкое, я говорю, то, что можно проанализировать любой руководитель. Не надо углубляться в категорийный менеджмент, потому что там Катмен 2.0, это там достаточно очень глубокая программа, и у нас есть прекрасные ребята, спикеры, специалисты, кто в этом очень глубоко работает, я их уважаю, потому что они молодцы, они докапываются до сути. Я говорю сейчас, так очень быстро вам сами можно проанализировать у себя это в бизнесе. Смотрите, что получается, 100 поочерчаем. Если вы из них делаете по сегменту, то у вас будет 15 СКЮ, это будет у вас дорогой чай. Какой это может быть чай? Ну, не знаю, там, собранный монашками на высокогорье в 5 утра, лепестки, там, какого-нибудь там суперчая. Вот он у вас распаркетированный, это всего 15 позиций. Это суперчай, и вот вы его поставили в магазине. Опять же, если вы это сделаете в деревне, вас не поймут. Если это сделаете вы в городе, да. Поэтому мне сложно сказать, какая должна быть марка у вас. Это оценивайте вы свой регион, вы оцениваете свой район. Но мы говорим о том, что это вот такой самый легкий форматированный сегмент. Дальше. 40 пачек СКЮ, 40 СКЮ, это будет средний. Ну, к среднему в данном случае я бы отнесла там Гринфельд, Ахмат, наверное, да, там, ну, какие-то такие позиции. Вы опять же, сами определяете свою цену. И 45, это эконом-сегмент. Так вот, сейчас однозначно нужно рассмотреть для себя, провести анализ. Если вы будете уменьшать премиальный сегмент, возможно, да, может быть, вы его частично сузите. Что я вам расскажу из личной практики, что я сделала прямо под приказ у себя для категорийщиков, когда в 2008 году грохнул первый кризис, ну, вот, который мы реально прямо для себя очень ощутили, особенно мы только в него прямо открылись очень хорошо. шестью магазинами, да, и для нас с полным циклом производства. Что мы сделали? Мы не тронули премиальный сегмент, мы ассортимент этот оставили в каждой группе. В группе алкоголя, там, в группе мяса, в группе сыра, в группе даже того же сахара. Что мы сделали? Мы сократили, мы чуть-чуть несколько позиций, наоборот, убрали к премиальному сегменту и большинство мы убрали к эконому. И смотрите, что получилось. Я своим поставщикам уже сразу не писала дай мне, что у тебя есть, а я конкретно писала, мне нужно там 15 позиций чая в ценовой не выше такой-то цены. И у меня категорийщики уже не тратили время вот на перелопачивание всего этого. Они только получали предложение от поставщиков уже в ценовом предложении и рассматривали его уже в губи. Я таким образом, во-первых, сократила просмотр моих категорийщиков вот это вот лопачивание этих прайсов всевозможных. Почему? А я очень четко им дала диапазон. Когда мы увидели, что в 2010 году более-менее стал выравниваться рынок, более-менее наши потребители опять уже приспособились психологически, приняли тот уровень, мы этот портфель обратно перестроили. Мы что сделали? Мы сняли отчеты, мы убрали аутсайдеров в нижнем эконом-сегменте, мы посмотрели, что можно прибавить в среднем сегменте, мы опять поставщикам говорим, мы готовы рассмотреть там у вас пасту, там вермишель, там не знаю, там тоже макароны, мы готовы рассмотреть у вас крупы, мы готовы рассмотреть алкоголь вот в каком-то ценовом сегменте. Если мы сейчас переведем на трикотаж, это будет то же самое, возьмите носки, вот у вас есть сто пар разных носков, из них у меня будут какие-нибудь там со стразиками, грубо говоря, у меня там будет 40 с каким-нибудь рисунком, и 45 у меня будет какой-нибудь лысинской фабрики, черный, белый, красный, или какие-нибудь голубенькие. Смысл не поменяется. Когда мы стали работать в таком ценовом портфеле, нам стало легче очень быстро адаптировать его в кризис. В 15-14 году начался опять кризис, мы опять быстренько подформатировали ИСКЮ внутри каждой товарной группы. Только я это делала уже в 14-м году со своими заказчиками, потому что у меня там были пекарни, были детские магазины, был строительный магазин, ну, то есть вот в таком ключе. Если кому интересно, если кому-то даже будет нужно, пишите мне прямо в почту по сбалансированному портфелю, готова пообщаться, просто даже вот можем выйти в скайпе. И следом, как только вы отформатируете свой портфель, вы очень четко увидите. Вот здесь есть понимание и психология сейчас потребителя, мы обратно к ней возвращаемся, она была в предыдущие кризисы, хотя нельзя сравнивать кризисы, они абсолютно разные, но смысл в следующем, что потребитель зачем переплачивать за бренд, когда качество не уступает. И для него сейчас выход на рынок, запуск СТМа, как раз у него есть перспектива с ним выйти. Если у вас есть что, вы проанализируете свой портфель, и у вас есть с чем поработать. Это, кстати, сейчас наблюдается, как раз приведены исследования Нильсоном и в Китае как раз после коронавируса, вот после закрытия, сейчас они выходят из этого витка, и больше, всего только 15% компаний сказали, нет, не готовы водить новинки, больше 50% компаний сказали, наоборот, мы хотим водить новинки, мы не боимся, мы будем водить. и теток около 20% с чем-то процентов сказали, мы частично что-то мы попробуем ввести, потому что все равно рынок нужно менять. Скажите, пожалуйста, поставьте плюсики те, кто вообще вводит у себя, кто вообще работает с СТМом. Отлично, Елена. Только одна Елена с СТМом. Ага, Наталья, отлично. Денис, молодцы. Вам на заметку, когда будете прорабатывать СТМ, обратите внимание, с чем сыпется часто СТМ, я вижу, на протяжении 10 лет. Абсолютно в разных форматах. Для многих начинают ошибки быть в том, что они их называют как угодно, но только не своими брендами. Самый яркий пример правильного подхода к СТМу это глобус. Вот реально это глобус. Поэтому подумайте, посмотрите. Я даже вижу, как на формате региональном у нас здесь сейчас в Перми сеть семья вводит свой СТМ. Сейчас они сделали новые заявки всем производителям на местном уровне. Нам нужны СТМ, нам нужны СТМ. Они тоже вели у себя СТМ. Слава Богу, хоть там картинки близко подходящие к этому идут. Но в чем вопрос? Называется по-другому, и бренд вообще не считывается и не коллерируется с вами. Поэтому обратите внимание, что для покупателя вы вдвойне запомнитесь и быстрее, информативнее будете расходиться, если вы называете свои СТМы так же, как называется ваша компания. Либо рядом приставка, либо еще что-то. Но айдентика, особенно визуальная, у психологии, даже у нас с вами, а не как у потребителей. Мы сейчас абстрагируемся, что мы там с вами коллеги, да, там, что мы занимаемся ритейлом профессионально. СТМ, а СТМ каждый день разве не самый крутой СТМ? Денис, а что такое СТМ каждый день? Каждый день называется он так? Тогда у вас и фирма так называется? Марка Ашам. Возможно, не знаю, давайте посмотрим их отчеты, и кто их знает? Вот смотрите, если вы их заведете в Ареале, то, возможно, их знают. СТМ, он не значит, что он крутой или не крутой. Что мы хотим от него добиться? Если мы говорим о том, что психология покупателя какая, что СТМ может быть дешевле, дешевле, мы так в психологии устроены. И, значит, мы подразумеваем, что он дешевый, но он по качеству должен быть такой же. Но все ли знают, что в Ашане каждый день это СТМ Ашана? Вот прямо сейчас Денис написал, СТМ каждый день. Все ли это знают? Поставьте плюсики, кто это знает, москвичи, а вот не москвичи, регионалы. Многие ли это знают? Вся Россия это знает? Денис, я бы не стала говорить за Россию. Не стала бы. Смотрите, давайте так, у потребителей, сколько у них у Ашана и сколько остальных других покупателей. Как только вы поймете по доле, вы увидите, что не факт. Мы все-таки говорим о том, что кто-то знает, кто-то нет. Просто возьмите на заметку. Это не панацея, это вам задуматься, что если вы хотите, чтобы большее количество людей узнало о вашей фирме, то тогда вы это назовете. Если я не являюсь потребителем, я не хожу в Ашаны, реально не хожу, хотя он у меня есть, но при этом мне вот абсолютно наплевать на их СТМ. Тут надо понимать, тут ближе это будет к тому, что сколько у вас ваших в регионе, сколько у вас ваших потребителей, которым вы готовы это сделать. Не всегда надо снять СТМ и бренд сети. Согласно, Денис, возможно, не всегда, но я вам говорю, что на заметку себе это возьмите. Какой-то компании это не подойдет, большинству компаний это подойдет. И если мы будем рассматривать все-таки потребителя, то для потребителя айдентика будет всегда приходить к вашу сеть. А что для нас важно? Для нас важна узнаваемость. Понятно, что мы не назовем салфетки Ашан. Было бы глупо, ребят, но мы не об этом сейчас говорим. Мы все-таки говорим о том, что вот все-таки марки должны быть где-то рядом. Вот у семьи единственное, что им удалось, реально удалось, и мы это видим, и все это сразу по региону чувствуют, когда они назвали малосемейка. Вот продукты малосемейка, никто по-другому их вот на регионе не стоит. Но если я сейчас привезу этот бренд в Москву, там мне скажут, он мне вообще, он до лампочки там будет. А на регионе он сказался. И потому что, как только я сейчас даже в Пермском крае спрошу малосемейка, все тут же сразу его отнесут именно удачно соединяется символика сети при СТМ. Да, Ирина, вы правы, удачное соединение символики. То есть айдентика должна быть. Поэтому вот это возьмите себе на заметку. Идем дальше. Работа с качеством продвижения частных марок. Вот здесь как раз обратите внимание на то, что чаще всего сейчас будут востребованы вот то, куда можно сделать уклон своего СТМа, и он это реально надолго будет. Это в салфетке, туалетная бумага, мыло. Вот в СТМ, причем он может быть не только в продуктовом ритейле, не только в фуде. Он и в нон-фуде может быть. И он реально хорошо работает. Здесь сейчас наши тоже ребята сейчас как раз проводят такой СТМ вот именно по салфеткам и по туалетной бумаге. Ну, их много таких этих примеров, там наша радость, там попкина радость и все остальное, это тоже мы все видели уже. Вот это, на это просто сакцентируйтесь. Коммодизация товара. Во-первых, это пришло к нам от биржевиков. Сейчас это тоже тенденция, к ней нужно, на нее нужно обратить внимание. Понятно, что не всем, но это один из моментов, когда нужно на это, скажем так, обратить внимание кому? продуктовиком особенно. Это может быть текстиль, но я возьму коротко. Превращение продукта, в сравнительно недорогой товар, который мы больше покупаем по назначению, чем нежели по бренду. Ну, вот белые, черные носки, вот как раз это вот та самая коммодизация, да, как мы говорим, коммодизация. Возьмите, допустим, белая майка, это вот туда же. Понятно, что если мы берем спринтон, там какую-нибудь фирменную, всегда будут люди, которым важен бренд, всегда. Это по психологии. Есть, мы даже выводим этот по сегменту, когда мы изучаем с предпринимателями именно позиционирование и сегментирование нашего потребителя, мы даже прям выводим, есть специальные новаторы, это как раз именно люди, которые любят бренды, и они прям показывают, вот у меня вот от этого бренда там новый телефон, у меня от этого бренда там какая-нибудь новая, там, не знаю, бусики или еще что-то. И всегда будут люди, которым это не столь важно. Так вот сейчас на самом деле мы реально это видим, эта тенденция, 30-40% товаров реально может перейти в комодитис. Это факт. Это могут быть какие-то те же конфеты, это может быть вода, это может быть яйцо, это как раз те продукты, которые мы чаще покупаем по качеству, а не по бренду. Потому что для меня не является, вот я сейчас переведу на себя, а кто согласен, что он тоже так же поступает, вы можете поставить плюсики. Я когда покупаю курицу, для меня не важно, треекурована будет или нет, для меня важно будет ее качество. Для кого важно в курице качество? Вот пошли плюсики. Бренд в данном случае не является для меня приоритетным. Вот это как раз и есть, что вот этот комодитис, он будет происходить. Не во всех товарах, но 30-40% туда уйдут. И я в связи с этим стала подмечать сейчас, для меня важно даже не в продуктовом ритейле, для меня важно увидеть, как это будет реагировать нон-фуд. Что может быть в нон-фуде? В нон-фуде может быть туалетная бумага, в нон-фуде может быть салфетки, те же там носки, чулки какие-то частично. Понятно, что когда я захочу себе чулки там, бытовая химия, да, на самом деле. Бренд выступать, может выступать гарантом качества, не соглашусь, еще смотря какой бренд. Чаще всего бывает не всегда. Понятно, что, как мы говорим, если мы там будем рассматривать Dolce & Gabbana, да, это бренд, и он будет гарантировать качество. Но сколько его подстраиваются под него, и нам выдают за него качество, мы тоже знаем. Поэтому часть покупателей по психологии реально уже будет не очень это важно. Знаете, в чем мы это еще особенно очень ярко сейчас увидели? На маркетплейсах. Мы сейчас это ярко увидели в онлайн-продажах, что вот здесь не гонка за брендом. Здесь как раз идет вопрос того, что мне либо комфортно, качественно, и хочу хорошее качество по приемлемой цене. Поэтому я соглашусь, что бренд, который о себе беспокоится, он будет всегда гарантировать качество. Но комодитис, это как раз та ответственность, когда я могу сказать, что для меня не столь важно. Я взяла эти, купила там, не знаю, там 10 пар этих носков, послезавтра я куплю еще 10 пар носков. Нужны ли они мне от бренда? Наверное, нет. В какой-то степени, вот если я буду покупать платье, для меня это важно. Вот там я нет, я точно не, я смотрю на бренд, для меня как раз вот, я там буду отдавать, хочу, чтобы еще было качественно. Но это вот пока мы говорим из психологии, на что обращать внимание. Четвертый тренд, ассортимент, который тоже будет сейчас меняться, и нам нужно с вами сакцентироваться, посмотреть, и самое интересное, что нам нужно сделать по нему анализ. Мало того, что если в вашем товарном портфеле есть товары, которые могут как раз уйти в более дешевый сегмент, и, скажем так, поддаться вот этому вот самому коммонтизации, то есть ослабление брендов. Ослабление брендов мы очень четко увидели в онлайн-продаже. Это реальность. И я буквально вот и с Валберис разговаривали, с ребятами, и сейчас разговаривали с интернет-маркетологами, которые очень четко помогают продвинуться на маркетплейсах, на американских, на тех же там eBay и Etsy, вот мы про них говорим, разговаривали, то в данном случае там идет ослабление бренда. Прозрачность цены. Что такое прозрачность цены, на что в любом случае сейчас будет потребитель обращать внимание? Это прежде всего от производителя, как мы говорим, от поля до прилавка. И очень часто слышу в психологии покупателей, за что я плачу деньги. И очень много идет нападок в сторону ритейла. Я тоже достаточно часто встречаю эти статьи, в которых пишут, вот эти накрутили, те накрутили, четвертые накрутили. Мне вчера очень не понравился репортаж одного из фермеров. Я совершенно случайно на него попала, когда он начал говорить, зачем вообще сейчас ритейлу там дают какие-то компенсации, какие-то деньги, если типа они кусочек дадут, они этот кусочек другому дадут, третий кусочек четвертому. Мне не понравилось это выражение, когда он почему-то по себе продумал, а про нас, про ритейл нет. И вот это такое, знаете, разделение баррикад. Но в любом случае покупатель хочет видеть прозрачность цены, из чего она складывается. Отчасти нас к этому подводит еще и будет подводить маркировка товара. Да, как нас сейчас говорили, чипировать там наши шубы, обувь и все остальное. Это тоже будет способствовать этому. Неравномерный спрос, это тоже как тренд, колебания реально то вверх, то вниз. Они будут вызваны еще и помимо не только коронавирусом, они будут вызваны еще и рублем. И той же там по этой ситуации с нефтью. Хотим мы это или нет, но это будет влиять. Поэтому неравномерность спроса как раз очень серьезно сейчас даже не столько на продуктовиках срабатывает, сколько срабатывает на нонфуде, на фэшне. И вот здесь не понимаешь, потому что я сейчас, у меня достаточно много даже наших пермских ребят, кто работает с фэшном, мы часто в чатах с ними общаемся, у нас много достаточно бизнесовых чатов. И они говорят, слушай, ты представляешь, мало того, что мы зимний, ассортимент весь у нас реально пролежал, потому что зима была теплая, и мы не продали эти вещи, ну, потому что реально не было спроса. Теперь, говорит, помимо этого, еще на демисезонки попали, потому что многие, у меня даже детские магазины на этом попали, потому что с них я прям достаточно четко веду и прям смотрю отчеты, какие сейчас идут продажи, даже в онлайн, что продается, что не продается, что востребовано, чтобы нам опять же понимать, как нам правильно сделать контент. Так вот, демисезонкой попали, и вот этот неравномерный спрос, он тоже сказал, внешний фактор, он есть. И сейчас неравномерность спроса еще вывелась чем? Что как только нас закрыли на изоляцию, там был стресс, сейчас люди поняли, сейчас идет, как раз там были магазины канцелярских товаров, коммодизация книг, как это? Коммодизация книг, может быть, знаете в чем? Коммодизация книг, может быть, в разукрашках в данном случае, в каких-то, наверное, может быть, в каких-то дешевых романчиках, может быть, там нет смысла, там будут смотреть, наверное, может быть, либо на автора. Надо подумать, я пока не готова сказать, но интересный вопрос. Дина, спасибо, я прям даже для себя отмечу, в чем может быть коммодизация в книгах. Я думаю, что тоже может быть, не во всех, потому что есть бизнесовые книги, они как были, идут за автором, и там нет коммодизации в данном случае. Надо подумать, скорее всего, уж какой-то развлекал отки, в детских, может быть, да, скорее всего. Там не важно, какая будет марка, мне не важно, кто будет издатель. Я буду смотреть, либо мне это красочно для моего ребенка, либо нет, интересно, неинтересно. Поэтому здесь, наверное, все-таки нет. Мягкий переплет, да, возможно, может быть. Может быть, как раз вот, как раз вот уход в эконом. Вот смотрите, уход в эконом. Разукрашки, почему я вывела и сказала, что могут быть разукрашки? Потому что мне, без бренд, мне не важно. Я ее открыла, моему ребенку интересно, я купила за 3 рубля. Он в ней поиграл, мы ее так же аккуратненько там изрисовали, мы про нее забыли. Буду ли я помнить там бренд? Нет. Вот это и есть та самая коммодизация. Потому что в продуктовом ритейле это сахар, в продуктовом ритейле это соль, в продуктовом ритейле, как ни странно, это растительное масло. А в книгах, наверное, Дина, это будет, скорее всего, что да, вот Денис молодец, мягкий переплет, скорее, да, соглашусь отчасти. Вот, поэтому неравномерный спрос, колебания будут, что в фэшене, что в продуктовом ритейле, это точно. Действия, да, мы говорим, что нужно сделать прежде всего? Во-первых, проанализировать отчеты продаж, выделить количество лидеров и взять их под контроль. Первое, с чем я столкнулась, коллеги, услышьте меня, пожалуйста, я реально это вижу, как это происходит сейчас, особенно в продуктовом ритейле. Многие предприниматели, я не дали, как говорю, мясной магазин, мне звонил ровно в четверг, в прошлый, до прошлой недели, я говорю, назови мне своих лидеров, она даже не смогла их назвать. Это предприниматель, который более 10 лет на рынке. Я не могу сказать, что это неизвестный бренд для региона, но при этом она не смогла назвать. Почему? Потому что вот это та ситуация, когда надстройка уходит, у вас есть там товароведы, которые там следят за всем этим, но первая ситуация должна быть такова, что ваша задача прямо выделить у себя карточках и держать лидеров всегда, чтобы они были у вас. Почему? Потому что если к вам завтра придет покупатель в вашем ареале, а у него ограниченные точки доступа, он должен его взять. А то, что мы с вами увидели как раз, это неравномерный спрос по магазинам и вот эта вот истерия с пустыми полками. Мало того, что еще поставщики начали срывать поставки частично, потому что они задерживали, не понимали, по каким ценам вам отпускать. Поэтому если у вас уйдут первые лидеры, сразу за ними уйдут товары-спутники. Что такое товар-спутник? Поставьте, пожалуйста, кто у себя в бизнесе контролирует товар-спутник лидера. Прямо сейчас плюсы поставьте. Честно, вот просто честно, не для меня, потому что я знаю, что их больше 50% за этим не следит. Мы прям радуем. Ребята, прям вы у меня герои, три героя. Четыре, уже лучше. Вы прям вообще тогда продвинутые. Молодцы. Смотрите, что получается. Если у вас уходит лидер, за ним сразу уходит спутник, а это отсутствие лидера 10-15% оборота. И не важно, чем вы торгуете. Поэтому мы очень четко выделяем прямо лидеров и их прямо на жесткий контроль сейчас. Выделите и проанализировать товары TVI. По ним вообще сейчас обратно идет. И вот очень хорошо, мне нравится, как молодец Гульфира, Крок, она очень досконально дает материал по ним. И вот найдите ее, у нее достаточно много всевозможных вебинаров. С уходом в онлайн продажи многие стали превышать ценник на товары, маячки и лидеры. Это так, в связи с уходом в онлайн. Задайте потом попозже, пожалуйста, вопрос. Если сейчас на него отвлекусь, я уйду от презентации. Вадим, я отвечу на ваш вопрос, мне тоже он интересен. Мы обязательно в конце его разберем. Что с TVI? Почему на них нужно обратить внимание? Смотрите, в чем разница. Иногда некоторые ошибаются, неправильно выделяют TVI. TVI в одном городе, в одном районе может отличаться от TVI, который будет в другом. Это факт, это может быть. Не так сильно прям плачевно, но будет отличаться. Я все-таки настоятельно рекомендую вывести товары, индикаторы. Кто не знает здесь, потому что есть продвинутые ребята, есть непродвинутые, но неважно. Товары TVI – это индикаторы, и их нужно выводить. Но в чем ситуация? По ним чаще всего начинается вот эта вот борьба, перетягивание канатов, да, и демпинги. Есть очень четко даже психология зрительно-визуальной цены. И мы умеем с ней работать. Реально, мы умеем работать, когда TVI, вам не нужно терять там один-два там лишних процента, они вам всегда пригодятся. И мы показываем, потому что есть у TVI нижний предел, когда точно будут говорить о магазине, что он дорогой, если вы не уйдете. Так вот, как раз, чтобы ниже не уходить, чтобы маржу не терять, и наоборот, мы говорим, есть верхний предел цены, диапазон у TVI, когда можно работать с ним. Вот наша задача всегда мониторить очень четко лидеров по конкурентам, мониторить TVI товары, индикаторы, и как раз вот этим ценообразованием играть. Потому что бывает так ситуация, когда вы визуально делаете цену, ну, я образно вот сейчас просто скажу пример, и вы поймете, как это может работать. Допустим, ваш конкурент выставляет цена там 51 рубль. К примеру, если вы ставите 49,90, у человека визуально будет казаться на целый ряд дешевле. Хотя по большому счету это небольшой диапазон, но это может очень хорошо работать. Чаще всего то, что я вижу, особенно в малом бизнесе, в небольших магазинах нет сетевого формата, потому что в сетевом формате у вас очень много достаточно есть инструментов для чего. У вас есть автоматизация, у вас есть аналитические серверы, не серверы, а сервисы, с которыми вы работаете, вы можете там это отследить. А в малом бизнесе, особенно когда у него там два-три магазинчика, он работает, не знаю, там, в маленьком городочке, это очень мало кто этим занимается. Так вот, вся ситуация в том, что нужно их отслеживать, и вот эти один-два процента, даже с отзеркаливанием 90 копеек, я с ними уже больше 15 лет работаю с этим отзеркаливанием, мне очень нравится этот прием, но он не везде подходит. Он подходит больше как раз для товаров постоянного употребления. Проанализировать, сколько товаров у аутсайдеров. Вот это я называю обязательно. Опять же, чаще всего, сейчас часто звонят предприниматели на консультацию. Начинаю спрашивать, сколько зарыто денег? Никто не может ответить. Реально? Они говорят, а в каком смысле? Я говорю, в прямом берите лопату, доставайте хотя бы, чтобы понять, какая сумма. Что это такое? Это товары аутсайдера. Аутсайдеры, это когда у вас, они не по товарообороту, не по прибыли, они у вас просто замороженные деньги. И сейчас, когда я приезжаю на аудиты, в первую очередь, я как раз говорю, давайте искать деньги, где они у вас зарыты, чтобы понять тогда. Почему? Потому что, опять же, сейчас тенденция, это тот, кто работает в фэшене. Многие пошли на маркетплейсы. В чем ошибка сейчас? На маркетплейс начинают выставлять все вподряд, весь товарный портфель выпуливать. Это ваше первое заблуждение, потому что вы сразу, однозначно уже проверено, на нескольких предпринимателей, вы попадаете на неликвиды, потому что там просто мегамиллионы товара, и когда мне пытаются сказать, что якобы маркетплейсы проглотят все? Нет, не все. Они проглотят только то, что на самом деле интересует клиента. И это не сливная яма. Это хорошо продающий маркетплейс работает тогда, когда вы правильно туда сделаете, проанализировав свои товары. И поэтому вот мои как раз предприниматели, когда я начала анализировать и сказала, покажите мне, что вы отдали на маркетплейс. А теперь покажите мне весь свой товарный портфель. И я увидела реально, что отданы неликвиды. А что такое отдать на маркетплейс неликвиды? Вы либо начинаете платить от 60 дня, за хранение на этом маркетплейсе, либо вы обесцениваете товар, и вы тогда остаетесь без маржи. Потому что вам все время нужно тогда делать какие-то скидки, чтобы для того, чтобы его там продать, чтобы сделать сток. То есть вот здесь, прежде чем еще уходить на маркетплейс, нужно очень четко для себя понять, с чем я туда пойду. И когда вы начинаете закидывать туда все свои аутсайдеры, вы попадаете дважды. Прежде всего, вы попадаете на неликвиды. Если вы думаете, что они их возьмут, нет. Вы обратно же их заберете. То есть вот это нужно сделать обязательно. Продуктовый ритейл, вам нужно отследить и понять, а сколько сейчас у вас на магазине реально аутсайдеров. Но вторая ошибка, когда начинают анализировать аутсайдеры, после этого начинают как в Покровских воротах. Режем к чертовой матери, называется. Это еще одна мина замедленного действия. Почему? Потому что аутсайдеры вывели, кнопочки поставили, под приказ своим операторам отдали, убрать аутсайдеры. Но их не проанализировали, что они могут входить в корзину ваших 20% потребителей, которые вам приносят 80% оборота. У нас была такая ситуация, мы разбирали три недели назад. Ребята поставили аутсайдеров. Это по сигаретам. Я, к сожалению, не курю, поэтому ничего сказать не могу. Но когда мы выяснили, что оказывается они хотели убрать эти сигареты, я говорю, а проверьте, пожалуйста, эти сигареты, какой-то Винстон, проверьте, говорю, эти сигареты, кому они относят, кто их покупает. Вывели чеки и тут же достали через видеопрограмму, у них установлена видеопрограмма призма, и они достали этого человека в те чеки, в которых был этот покупатель. И что вы думаете? Ситуация в том, что это был один-единственный мужчина, который приходил к ним покупать. У него частотность, он брал по две пачки и, соответственно, он их там покупал. Так вот, они хотели убрать сигареты своего покупателя, который относится у них в касте 20%, который берет много и часто. Вот это была бы первая их ошибка, потому что они могли его потерять за сигареты. Это такой частный пример, но обратите внимание, прежде чем уводить своих аутсайдеров. Почему? Потому что, чтобы они не оказались в корзине ваших лидеров. Ну и сформировать программу продвижения лидеров. Когда вы будете, в первую очередь, вам нужно продвигать лидеров для чего? Для того, чтобы вы на оборотах сидели. Мало того, что вы должны изменить мерчендайзинг сейчас в магазине в связи с этим коронавирусом, в связи с этими вот внутри магазина оффлайновые акценты санитарные, мы помимо этого вы должны еще понимать, что мы лидеров будем продвигать через онлайн сейчас с вами. Если вы будете двигать неликвиды, и при этом вы еще туда будете на маркетинг закидывать в онлайн деньги, то это просто как раз-то самая утопия, когда вас генеральный директор или владелец бизнеса спросит, да, где деньги ЗИН. Вот это как раз та ситуация, когда не сливать бюджеты, особенно в онлайн. Мы очень четко определяем, и вот здесь как раз я хочу сказать, что кому нужен сделать подарок, тот, кто вот прям нет никакой аналитики или нет времени сидеть с аналитикой, я пришлю на электронный адрес, только мне потом просто напишите в почту, она будет у вас в конце. Напишите мне, прислать вам прямо со скриншотами, это регламент, как быстро вычислить вот этих своих лидеров. Это просто прямо с коленки сделать, особенно у кого малый бизнес. Я не говорю в сетевом формате. Но самое-то интересное, что когда я приезжаю, делаю, анализирую сетевой формат, а у меня есть такие магазины, у которых по 20, по 30 магазинов, и на самом деле, представьте себе, даже там не всегда следят за такой аналитикой. Важно по марже отследить, чтобы у вас были товары и по товарообороту, и по прибыли. Если идти вообще до конца глубоко, то надо еще смотреть по количеству. Почему? Давайте я очень быстро, вот буквально в нескольких минутах мы разберем, что это такое по прибыли, товарообороту. Группа АА, вот это и есть ваши прямые лидеры. И продвигать, и всю рекламу, вот вам как раз нужно делать, правильно нужно делать на них. Кто-то скажет, зачем их двигать, зачем на них тратить рекламу, если они продаются. Да, они продаются. Вопрос только в том, что вы на них никаких демпингов не делаете. А вот с демпингами как раз нужно работать с товарами С, Б или Б, С. Вот здесь нужно придумывать и то, я не люблю скидки, я реально, вот все, кто предприниматели со мной работают, я стараюсь максимально вообще уходить от скидок. Тот, кто уходит в скидки, это значит, не может ничего предложить другого. Моя задача, и вообще, в принципе, задача предпринимателя, прежде всего, находить наоборот ключевые моменты, когда мы наполняем ценностью наш товар плюшками какими-нибудь, те, которые сложнее просчитать. И лучше их брать во внимание, чем нежели делать скидки. Скидка убивает ваш бизнес, она убивает вашу маржу. И вот как раз, смотрите, аутсайдеры, С, С, это вот как раз и есть красным выделены аутсайдеры. Мы более детально говорим на вебинарах об этом, у нас будут сейчас вебинары, кому интересно, я могу скинуть вам ссылки, на следующей неделе начинается 6 вебинаров, по 2 вебинара в неделю. То есть 3 подряд в неделю мы будем говорить как раз о таких ключевых моментах. Об отчетах, какие сейчас лучше всего отчеты сделать, как поработать с товарным портфелем. Ну, то есть там узконаправленные вебинары. Поэтому просто можете написать мне в почту, скидывать вам ссылки. Они бесплатные, эти вебинары, мы их проводим по заказу торгово-промышленной палаты. И пятый тренд, на котором хотелось бы остановиться, это рост онлайн-сервисов. На самом деле на сегодняшний день выстраивается вообще новая стратегия выхода вот на локальные рынки. Что нужно учесть, когда вы сейчас настраиваете маркетинг? Если мы говорим, что мы все равно будем работать, мы работать будем в ограничении, это точно, и там ближайшие еще 6-8 месяцев это однозначно, то вот здесь как раз есть выход именно уходить в ареал и проанализировать ареал ваших торговых точек. Как это получилось? Строительный магазин, прямо сейчас, вот прямо мы его ведем, двухэтажный магазин, мы его сейчас, зонирование в нем делаем, мы будем делать перестановку. И вмешался как раз вот коронавирус и самоизоляция. Смотрите, что получается. Получилось, что он сейчас в выигрышном у нас состоянии, потому что он такой локальный, и в него люди прибегают быстрее, потому что он в шаговой доступности. И мы реально увидели, по расходке магазин срабатывает, человек бежит за какими-то гвоздями, за какими-то шурупами, прибегает, у него нет доступа уезжать куда-то. Но что мы сработали? Мы быстренько переформатировали наших продавцов, объяснили ситуации, сделали заявочные прямо бланки и стали работать на то, что те люди, которые раньше он мог спокойно поехать в ту же Костораму там посмотреть, или в тот же Леруа Мерлен посмотреть, значит, там, он может там на сайте заказать. Но большинство мы увидели людей, что он забежал в магазин, берет эти гвозди покупать, и говорит, а можете мне еще вот это привезти? Можем. А вот это можете привезти? Можем. И ребята стали на доставке, реально у них увеличилась доставка вот за счет вот этих товаров, которые раньше они не продавали, там, тот же ГКЛ в таком количестве они не продавали. Почему? А потому что локация сработала. Ограничение мужчины съездить и промониторить куда-то. Даже вот там ближайший тот же район, там, уехать в другой район города. Если до этого он мог спокойно передвигаться, то сейчас это ограничение. Подумайте, посмотрите, что может в вашем бизнесе быть. Мы подхватили под этот момент как раз вот это маркетологов. И зазывать их как раз нужно на удержание на локальной территории. То есть, если вы выходите, даже таргет вы сейчас можете настраивать не на целевую группу, не на весь город, как вы это делали бы они раньше, там, еще 4-5 месяцев назад, это точно таргет вы настроили именно так. То сейчас нужно посмотреть и проанализировать. Лучше сделать таргет вот прям локально и сообщить, там, я не знаю, там, той же мамочке сообщить о каких-то ваших развивайках, что вот именно в этом районе, вот именно в этом магазине и ареал дать тот, который в шаговой доступности. На него, чтобы у каждого там второго в интернете открылась там через Яндекс эта реклама, которая будет говорить именно об этом. Или в том же ВК достать все локальные группы, там, не знаю, группа этого района. С ними вообще мало кто работает. Ну, то есть вам нужно подумать о том, чтобы именно на локальной территории настроить свои онлайн-сервисы. Как это происходит сейчас, как сменились наши потребления контента? Во-первых, стали на самом деле электронные книги читать. Почему я могу сказать с уверенностью и поддерживаю компанию Нильсон, потому что сейчас у меня есть два спикера, профессионала, которые начитывают книги. Так вот, в данном случае еще и ремонтов стало больше. Да, на самом деле, вы правы, Светлана, вы правильно говорите. Мы реально у них, как ни странно, все многие говорят, что у меня спад-продаж. Нет, я не увидела в строительном магазине спад-продаж. Я сейчас зонирование делаю, еще думаю, каким образом это еще привлечет дополнительно сделать немых продавцов. Как раз буду еще вот целую неделю буду заниматься зонированием магазина. Так вот, вернусь. Мой спикер сейчас, говорит, Ирина, у меня заявок на онлайн-книги в звуковом стало больше. Их стали читать больше. А он пишет аудиокниги, бизнесовые книги, развлекательные книги. И он говорит, у меня просто шквал сейчас. Реально, говорит, у меня очередь стоит, чтобы он их начитывал. У него очень хороший голос, и он очень приятно их читает. Это один из наших спикеров, который занимается у нас в нейромаркетинге звучание вашего бизнеса. Стало чаще произведить в соцсетях. Это реально, это видите, даже мы с вами. Хотя я наоборот, зашивая сейчас школу ритейла в онлайн, я в соцсетях наоборот сейчас стала меньше мелькать, потому что у меня просто на них сейчас нет реального времени. Стали чаще смотреть видео. Да, это точно, это видно, особенно по процентам, как возросли сейчас онлайн-каналы с видео, с сериалами и со всем прочим. Ни для кого не секрет. Я, коллеги, я честно скажу, я больше шести лет не смотрю телевизор вообще. У меня все новости я беру через интернет. Фильмы я беру, качаю через ОКО, там через тот же... Я не рекламирую какие-то сервисы, я просто говорю о том, что я в них. И на сегодняшний день я все равно себе умудряюсь каждый день посмотреть какую-то серию какого-то своего сериала. Я просто реально вижу по процентам 200-300 процентов увеличения идет спроса. Чаще стали слушать музыку и радио. Еще один из моментов, подумайте, можете ли вы как раз остаться на слуху. Я заметила, в ВК, я, в принципе, никогда там не слушала музыку. Это тоже, опять же, подтверждаю, что мы стали слушать чаще. Там стала быть реклама. Идет мой плейлист, который у меня на моей страничке, и между делом, бабах, влезла реклама. Реклама такая-то, реклама такая-то. Посмотрите, это тоже для кого-то и может быть из вас полезна. Почему? Потому что, опять же, если вы очень четко знаете свою целевую, то вы можете настроить через музыкальные плейсы, вы можете настроить музыку как раз в своей группе. Если вы занимаетесь детскими книжками, вам ничего не мешает настроить к мамочкам. Детские что? Реклама ваших детских музыкальных книжек. К примеру, она слушает какую-то музыку, и если у нее есть ребенок, и она занимается детьми, у вас может тут же прозвучать реклама. Какие-то детские книжки легко купить. Где? Рядом, в соседнем магазине. Ну, то есть, вот это вам на заметку, как один из инструментов. Почему важно анализировать сейчас свой бизнес? Во-первых, вот я как раз хочу показать, сейчас верну первые типичные ошибки наших руководителей. Деньги замораживаются в неликвидах. Вот почему сейчас важно достать и посмотреть, сколько денег в неликвидах. Не отслеживаются, мониторятся цены. На самом деле так и есть. Сейчас у многих из вас часть работников сидит дома. Если это так, пожалуйста, вам ничего не мешает им делегировать прямо, промониторить ваши все цены. Они вам реально нужны. Нужно мониторить и смотреть, что происходит с конкурентом. Как раз KVI восстанавливать, чтобы вас не считали ваш магазин дорогим, вы мониторите в первую очередь их, а уже по лидерам надо смотреть. Лидеры не всегда могут быть, чтобы цены были всегда на них дешевые. Нет, не факт. Потому что вот когда мы очень глубоко прорабатываем на товарный портфель с предпринимателями, мы смотрим, у каждой категории есть своя роль. Роль в вашем товарном портфеле. Так вот, если мы правильно делаем их по ролям, то мы там очень четко можем отследить, где мы можем играть на оценкой, а где нет. В KVI сложно играть, потому что его всегда мониторят. А в лидерах, я бы тут еще поспорила, если у вас уникальный товар, и на него там, а чаще на него можно делать на оценку. Чаще всего я вижу так, грубо говоря, на все молоко 20%. Я приезжаю, беру отчет продаж, перевожу его там с Одинессины или с какой-то другой программы закрытой, перевожу в Excel и смотрю, что я вижу. Вся наценка просто стоит на группе тупо 20%, там 40% и все. Нельзя так. Нужно очень четко себе понимать, есть товар, у которых есть роль. И мы не имеем с вами права, как экономисты, в своем бизнесе терять хоть 1%, хоть 0,5%. Не важно. Маржа должна быть наша. И нужно правильно уметь с ней работать. Поэтому отслеживать цены конкурентов нужно для того, чтобы правильно лавировать свои наценки. Ну и поставки отчитываются неритмичные, что вы сами сейчас в чате написали о том, что некоторых товаров нет. И чаще всего происходит, что просто пустые полки, ликвиды вымываются, а не ликвиды, наоборот, на полках остаются. Я хочу показать, не смотрите в цифры, не вглубляйтесь на них. Они здесь, это как образец, бюджет доходов и расходов. Опять же, из личной практики сталкиваюсь часто с тем, что многие не ведут бюджеты дохода и расходов в одной таблице, там, разных куча таблиц. Но почему это нужно? Мало того, что я настоятельно рекомендую вести сейчас не раз в год смотреть, некоторые вообще раз в год смотрят, кто-то ежемесячно. А сейчас я вообще своим всем предпринимателям говорю, смотреть нужно в ежедневном режиме, какие у вас статьи расходов и какой у вас план доходов. Вот план доходов вы рассматриваете в ежедневном режиме, а план расходов вы рассматриваете в еженедельном. И четко для себя выставляете со своим бухгалтером, на что вы тратите и как вы расставите приоритеты. Зачастую как раз именно происходит именно то, что многие предприниматели, ребят, я говорю мне вот что-то, я не открываю Америки, я с этим столкнулась на прошлой неделе, когда я спросила, есть бюджет доходов и расходов? Она говорит, нет. Я говорю, а можешь все расходы посчитать? Проценты, я говорю, можешь дать? Я говорю, а сколько тебе нужно клиентов, чтобы ты закрыл свою точку безубыточности? Мне предприниматель, работающий 15 лет в бизнесе пищевом, не смогла ответить, сколько ей нужно клиентов, чтобы она закрыла точку безубыточности. Я говорю, подожди, а как ты тогда контролируешь, сколько к тебе пришло людей сегодня, завтра и послезавтра? Поэтому вот это как раз тот самый момент, когда нужно все-таки понять, а есть вообще у меня система подсчета своего бизнеса или нет? Я не открываю Америку, я говорю то, с чем я сталкиваюсь каждый день, когда предприниматели звонят и говорят, у меня вот такой вопрос, у меня вот такой. А ответить аналитику очень мало кто может вести. Почему я заостряю внимание? Потому что если вы правильно просчитываете свою точку безубыточности, он вам может конкретно показать, сколько вам нужно в день, в месяц покупателей, с каким чеком, и самое важное, с каким показателем, сколько позиций в чеке. Потому что когда недавно одна кондитерская фабрика, у них сеть своих розничных магазинов, что-то у них там больше 40 магазинов, мы когда стали с ней разговаривать, мы увидели стратегию, что мы пошли работать не в продажах, но мы поняли, как ей удобней мотивировать своих продавцов в розничных магазинах на фабрике, для того, чтобы мы пошли увеличивать сумму одной покупки в чеке. То есть если, грубо говоря, там она у них, я образно скажу сейчас, не вдаваясь в цифры, она у них там была 50 рублей, то мы поставили им мотиватор, мотивашку, чтобы она была у них 56 на первых 2 недели, потом 60 рублей. И мы стали как раз с ними разговаривать, с продавцами вот через это. Сейчас у нас на следующей неделе у нас начинается 5 занятий с этой фабрикой в виде вебинаров, вот мы как раз прям полностью корпоративно для них делаем, чтобы нам сейчас увеличить продажи сладостей. Потому что сладости мы, когда с вами стрессуем, очень многие, что мужчины, что женщины, мы любим курс сладости. Поэтому мы на этом точно хотим зарабатывать. Они у нас учились, были учениками в школе ритейла, сейчас мы для них делаем отдельную школу ритейла корпоративную. Дальше. Вот как раз я хочу просто показать, и вы сами можете для себя провести, кто не анализировал, это анализ расходов. У вас есть первая группа, на которую вы точно должны делать. У меня даже битубишники сейчас производства упаковки, как раз тоже разделили свои расходы. Финансист у них разделила, и мы сейчас наблюдаем с ними и отслеживаем в ежедневном режиме. Первая группа – это влияющие на продажи расходы. Вторая – это косвенно влияющие. Там есть частичные налоги. Налоги могут быть и в первой колонке, в зависимости от бизнеса еще. И группа, которая не влияющая на расходы, но не влияющая на продажи. Неправильно написала. Пардон, вижу уже ошибку. Не влияющая на продажи, коллеги. Так вот, смотрите, что получается. В первую очередь всегда нужно смотреть, анализировать третью колонку, то, что можно сократить. Группа, влияющая на продажи, вы не сможете ее сократить. Ее можно проанализировать, но сократить вряд ли. Поэтому вот это как раз те самые приоритеты, куда деньги идут в первую очередь, именно в расходах. Группа вторая, косвенная, здесь можно как раз проанализировать и частично что-то убрать за счет коммуналки, за счет еще каких-то моментов. Но смотрите, что сейчас будет происходить, особенно в продуктовом ритейле. В продуктовом ритейле сейчас будет расти расходы, доставка и упаковка. Это момент, который влияет на продажи. Вы не сможете его сделать косвенным. Поэтому вот здесь я бы отнесла это в первую колонку, потому что сейчас смехом посмеялись, а уже мне прислали фотографию из магазина, где лимоны зафасованы поштучно. То есть они уже в пакетах. Ну и там кто-то из покупателей посмеялся, говорит, что это у нас, типа лимоны. Деньги девать некуда, что типа лимоны фасуют. А до этого просто продавали их просто так, они были, я подошел, сам взял их. Так вот, это вызвано как раз тем, что это были рекомендации. Два вида деятельности, опт и розница, как делать расходы. Делить пополам. Дина, вы не можете, у вас должны быть отдельно расходы. Однозначно, что опт отдельно расходы, это свой бюджет доходов и расходов, и своя деятельность. А розница своя. БДРы будут разные. У вас может быть один по компании общий БДР. Но вот когда мы даже в опте разделили по направлениям, в опте есть вот в одной компании по производству упаковки пять разных направлений, пять разных БДРов составили. И мы увидели, что ценообразование, сделка цены разная. Поэтому там и наценки разные. БДР не может быть один общий. Это общий просто по компании, для руководителя посмотреть раз в год. А ежемесячно однозначно один разный. И опт и розница – это разные БДРы. Я потому что четко вижу это по расходам. Могут быть одинаковые какие-то расходы. Могут быть какие-то одинаковые. Статьи расходов могут быть одинаковые. Много общих расходов. Да, много. Но много разных. А если вы их будете считать по-разному, вы увидите, сколько вам нужно человек закрыть точку безубыточности в опте и сколько вам нужно человек закрыть продажи в этом. Вы не можете ставить одинаковые планы для опта и для розницы. Это разные. БДРы разные, разные планы, разная мотивация. Поэтому мы делим. Это точно. Есть в продаже упаковки, есть магазин упаковки, у него свой БДР, а есть по направлениям, это еще 4 БДРа. Это кажется, что вроде сложно их вести. Нет, если вы один раз систематизировали, она просто добавляет план-факт, план-факт, план-факт. И сейчас у нас спокойно Наташа, пожалуйста, там экономиста, она следит в ежедневном режиме. Идем дальше, у нас уже время поджимает. Показатели эффективности магазина. Посмотрите, пожалуйста, коллеги, у вас презентации будут. Поэтому вы сейчас просто, мы обратили внимание, я на самом деле раньше, вот еще 4 года назад, я говорила, и у меня есть такая даже шутка, вы можете забыть, коллеги, имена своих партнеров по постели, но если я вас подниму среди ночи, вы как доблестный ритейл должны мне ответить на несколько показателей. Минимум 5. Выручка, средний чек, количество позиций в чеке, средняя стоимость, частота конверсии обязательно. Вот это вот те самые показатели, по которым мы следим в магазине. В ежемесячном режиме мы смотрим все эти показатели. Не важно, какой бизнес. Кожа-галантерея в Казахстане, компания БАКС, да, мы смотрим. Детские товары, сеть магазинов, больше 6 магазинов по 2000 квадратов, да, мы смотрим. Там мало того, что мы еще смотрим по этажам, мы смотрим еще по товарным категориям. Это важно. Сейчас мы еще добавили, здесь не все показатели, я один только добавила показатель, который важен на сегодня, это стоимость одного лида в онлайн-канале. Он сегодня важен, потому что сейчас вы пойдете все, ринетесь реально в онлайн, и там вы должны очень четко делать анализ. Как это будет происходить, вы сейчас увидите, почему я вывела это в рамк показателя. На что обратить внимание продажи в оффлайн? Мы сейчас с вами поговорим в оффлайне, перейдем как раз в точке касания уже с клиентом. Ну вот смотрите, элементарно. Кто бы мог подумать, что еще в прошлом году, в декабре месяце, вам придется рисовать каким-то краской, да, или там наклеить наклейки на пол. Сегодня это данность. И смотрите, что получается. У меня есть проект, который вот я как раз послезавтра еду уже его смотреть. Мы на базе перекрестков делаем торговые точки, специализированные магазины, специалиаты. Так вот смотрите, если у меня есть проект уже с дизайном отработанный, с оборудованием, мы его полностью весь прорабатывали в оффлайне, то сегодня мы четко понимаем, что из-за санитарных норм, из-за карантина, из-за вируса мы сейчас должны пересмотреть. Пересмотреть площадь, пересмотреть витрины, пересмотреть доступ к кассе. Ну то есть это те самые моменты, которые на сегодня вмешались, и нам их не избежать. Я сейчас, приходя в продуктовый магазин, я реально вижу, даже недавно был какой-то разгромный там пост одного из моих френдов в Фейсбуке, и она написала там, что я не пошла в пятерочку, потому что все стояли, мало того, что были люди без масок, при этом еще никто не соблюдал дистанцию полтора метра. И я зашла в магазин, увидела это, вышла из магазина и не захотела. Я заботюсь о своем здоровье. Понятно, что это был такой некий пиар для нее, это вот как раз она к тем, кто самоизолировавшийся, но при этом она реально вот ушла из магазина. Я ей верю, что она не пошла. То есть это вот сейчас мы должны учитывать в оффлайне, это данность уже. Мне очень понравилось, как позаботились об этом Озон. Пожалуйста, смотрите, они сделали вот такие деревянные витрины. Понятно, что завтра они мобильные, они могут их убрать, но нам на сегодняшний день это данность, на которую мы должны рассчитывать. Что сейчас делает пятерка, что сейчас делает магнит, они делают щиты на кассах. Если мы еще раньше говорили, что вы, что вы, не дай бог, какие-то пластики, это все преграды контакта, на сегодня это данность жизни, к которой мы пришли. Мы от нее уходили, уходили, но сегодня это так. И, пожалуйста, смотрите, как очень интересно позаботились, даже соблюдая внутреннюю дисциплину внутри компании. Это все для персонала микроволновки. Что сделали? Ребята их разделили. Пожалуйста, вы можете разогреть, но что сделали? Дистанция. То есть вот это вот те самые акценты, на которые мы сегодня, хотим или нет, но мы будем обращать внимание. И вот как раз посмотрите, салоны красоты, одно из решений. Ребята тоже вот нашли вот такое решение. Это уже установлено как раз, это тут же подсуетился строительный магазин. Услышьте, пожалуйста, вот, пожалуйста, строительный магазин. Вы можете сами превзойти ожидания своих клиентов. Кто сказал, что у вас могут быть те же сейчас ринутся салоны красоты, которые откроют, почему бы вам не дать им на вот такое предложение и по всем рядом ближайшим салонам размести это в виде той же листовки или еще чего-то, или прямо к ним там выйти на сайт и посмотреть, или прямо им в электронном написать письме, что мы можем вам сделать вот такое предложение. Строительный магазин, кто мешает? Наняли мастера самоделки на каком-нибудь, Ивана Ивановича, он вам быстро наделал, наклепал этих защитных экранов, и вы их сделали. Потому что хотим или нет, нас Роспотребнадзор все равно к этому обяжет. Быстро подсуетились, а кроме масок сделали еще пластиковые экраны. То есть вот это та данность, которая сегодня пришла, и нам хотим или нет, в оффлайне нам придется на это обращать внимание. Санитарные нормы, безопасность и пересмотр покупательской петли. У нас и так половина в магазинах просто реально нарушена покупательская петля. Рассматривая магазин, я приезжаю иногда на аудит и просто дивы даюсь. Я говорю, вы смотрите, тут как слон в посудной лавке. Сейчас это, вы хотите этого или нет, это просто часть, особенно гипериспуганных людей, они просто уйдут из магазинов, если там не будут соблюдаться эти нормы. Это потеря клиента. А что такое в локальном сегменте потерять клиента? Это ого-го уже. Никакими потом онлайнами вы вам его туда не затащите. Просто цена вопроса будет намного выше, чем вы не предусмотрите тот же защитный экран или что-то в этом роде. Дополнительные расходы. Сегодня в оффлайне они будут расти, это факт. Никто не ожидал, что часть какой-то в нон-фуд или фэшн, сейчас часть какой-то товара вы отдадите на те же маркетплейсы или выйдите на них, а часть товара вы будете все равно продавать в своих магазинах. И вот здесь вам все равно нужно продумать, в чем будет у вас он упакован и как. В связи с этим мы реально увидели большая потребность, растет сейчас, мы его называем сейф-пакет. Что такое сейф-пакет? Это когда вот как в посылку, да, пакет, вы закрыли, его потом только разрывать. Так вот сейф-пакет реально сейчас востребован. Мы даже увидели его потребность и сами ее взрастили, чем? А мы всем производителям масок написали прямо электронно наши, мы у себя в городе вычислили все эти компании, кто сказал, мы шьем маски. И мы тут же им послали предложение в упаковке. Мы делаем персональные упаковки для ваших масок. И они востребованы, они по тысячи, по две, по три, по пять тысяч штук, они реально их покупают. И для кого это важно, они говорят, мы запаковываем, мы это делаем. У них есть персональные, они пакетики прямо делают у кого более дорогие маски. Кто-то там по 10, по 15 тысяч, кто заказывает, они прямо пакетами делают. Но вот, пожалуйста, вот так можно сконнектить решение. Колебания спроса и продаж, да, они сегодня будут. В любом случае в каждом бизнесе это факт. Кросс-партнерка. Ее вообще сейчас очень мало кто рассматривает, а зря. Почему? Я называю это сейчас как раз опять в локальном рынке, так как мы ограничены передвижениями. Мы можем в локальном рынке сделать кросс-партнерку. Что такое кросс-партнерка в нашей ситуации будет? Это когда вы в продуктовом магазине с ним договариваетесь. Если ваш строительный находится рядом, частотность похода в продуктовый магазин всегда будет выше. Вы можете, не знаю, там, бонусированием и предложить какие-то материалы с каким-то бонусом, но за этот бонус вы встаете у них на площадке и презентуете, что вы здесь и сейчас, и вы рядом. В связи с этим мы реально увидели востребованность во флаерах, и мы увидели востребованность. У меня даже в чате сейчас пишет бизнесмен один-второму в чате, в общем, что, ребят, кто может сделать мне листовки, мне нужно их там разместить в продуктовом магазине. Я говорю, респект и уважуха, молодцы. То есть что там, поставили стоечку, лампочки, мы рядом, заказать товар, мы рядом. То есть вот это сейчас как раз такой локальный маркетинг, но он тоже, он имеет место быть, мы в нем уже работаем. Вот сейчас уже три недели, мы реально в нем работаем. Поэтому обратите внимание, кому важно, вы можете это тоже себе взять на вооружение. Что важно знать, чтобы, как подготовиться к колебаниям продаж? Во-первых, прежде всего, четкое понимание, что гречка сейчас пойдет на спад, и мы реально прямо в отчетах Нильсона это уже видим. Был резкий такой спик, мы прямо понедельно у нас есть отчеты уже, они их выставили, они есть в открытом доступе. Если у кого нет, ребят, напишите мне, я прямо вам пришлю отчет, вы посмотрите. Особенно, кто в продуктовом ритейле работает, там есть прям прогнозирование, и очень четко можно увидеть колебания эти. Нужно понимать, что сейчас закупаться тоннами гречки бессмысленно. Реально бессмысленно. Дальше. Подготовка к увеличению продаж смежных категорий. А вот сейчас обратите внимание и найдите в своем бизнесе смежные категории. Можете прямо даже в чате написать. Я объясню вам пример, и вы поймете, что такое может быть в вашем бизнесе смежная категория. Смотрите, когда мы увидели, что, помните, я вам говорила, привычки, появились новые привычки. Больше стали убираться, больше стали мыть. Пошли, продажи увеличились, мыло. Следом проанализируйте, посмотрите. А еще лучше прямо поставьте рядом с мылом. Это крема для рук. Вот это смежная категория. Больше стали продавать мыло, тут же подтянули продажи крема. Это смежная категория. Это не кросс-партнерка. Мы говорим о чем? Поставьте плюсики, кто работает. Косметика, у вас там это было как раз. Обратите внимание на это. Коллеги, все живые. Плюсики поставьте. Так, пошли, ура, слава богу. Я говорю о чем? Смотрите, что получается. Просто посмотрите в мерчендайзинге. Сейчас, если у вас химические, там, бытовая химия стоит, стенд, да, там, если у вас правильно категорийность расставлена по мерчендайзингу в магазине, то вот как раз рядом сделайте небольшие кроссики. Кросики, и я мало того, что еще на них прямо воблер. Позаботься о своих нежных ручках. Натолкните, спровоцируйте нас, женщин. Мы вообще существа, зверушки, как я говорю, мы женщины, существа, забавные зверушки, и мы, нас надо наталкивать. Это у мужчин логика. Ребята, если вам это понравилось, поставьте плюсики. Девочки, ну мы на самом деле, мы такие есть по психологии. Вы можете закидать меня сейчас помидорами, но логика есть только одна, мужская. Вот, и поэтому логики очень четко, они работают, когда мы делаем логические призывы. Неважно, ваблеров или еще в чем. Еще пример. Какой еще дать пример? Давайте еще один пример дадим. Смежная категория. Смежная, 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 смежная. Так, а, смотрите, смежная. У вас увеличились в канцелярке? Что в канцелярке может быть? Смежная в канцелярке. Очень просто. Вы сейчас продаете, дети стали чаще рисовать, вы карандаши, так как они их ломают, они стираются, берут чаще. Чем вы точите карандаши? Точилка. В женской одежде. Продукты питания. Ага, продукты питания, ребят, я вам сказала. Продукты питания, вот продукты питания, смотрите, увеличились продажи, смежная категория может быть. Смотрите, увеличились сейчас продажи, творим-вытворяем дома, печем дома. Больше стали печь дома? Больше, однозначно. По группам видно. Значит, что может пойти? Форма, салфетка, пергамент. Это как раз смежная категория. Мы даже в обычное время, без всяких кризисов, мы всегда эти группы ставили комплектно. Вот это кросс была партнерка. А это увеличение. Если у меня сейчас увеличивается мука, у меня увеличивается продажа дрожжи, у меня может увеличиться. Вот смежная категория будет оформление тортиков, но я не буду все время бисквиты делать, хочется своих побаловать. Я пеку и пеку и пеку. Соответственно, что я приступочки разные добавляю, вот это будет смежной группой. Это у продуктовиков. А там наценочка, коллеги, услышите, пожалуйста, мы не равняемся по ним. У нас увеличились продажи ароматов с хвойными фитоцидами. Да, Светлана, у вас вообще это должно увеличиться только по одной простой причине, что мы психологически хвою, пихту воспринимаем, что это помогает очищению от вирусов. Реально, да, в бане мы используем пихту везде. И вот тут как раз есть смысл, что вы как раз на этом ориентируетесь. А магазины, вам сам Бог велел сейчас эти ароматы устанавливать в магазине. Мало того, что их устанавливать, еще о них и писать. И говорить о том, что в нашем, у меня даже картинка есть, в нашем магазине у нас есть пихта против вирусов. Вот, к примеру. Вот, кстати, хорошие, молодцы ребята, прислали нам ЕМЭС-рассылку и видели. Это Калибр, да, кстати, Лена. Вот, пожалуйста. В обуви, в обуви, ну, наверное, сложно найти смежную группу, потому что, в принципе, так, в обуви, наверное, что можно найти? Не знаю, бахилы. Наверное, не знаю. Надо думать. Я еще, наверное, это, не готова сейчас так сразу резко сказать. Подумайте, можно сделать мозговой штурм и посмотреть. Тапочки. Кстати, точно, тапочки, тапочки. Где наша обувь? Надира, тапочки. Вот вам Лена подсказала. Лена, включили мозг, отлично. Прям вообще, слушайте, сегодня у меня группа, я прям, прям вообще, вы меня прям радуете. Что еще важно посмотреть? Маркетинговая поддержка, в первую очередь, товары для здоровья и гигиены. Вот сейчас, если они у вас есть, эти товары, в первую очередь рекламируйте их. Почему? А у нас на них идет сейчас айдентика. У нас на них идет прям, это как триггер сейчас. И вот за счет этого триггера вы можете как раз делать, я не знаю, там, эти обеззараживающие тапочки, к примеру, у нас там, или еще что-нибудь. Ну, что-нибудь в таком духе. И вот опять же как раз работа с частыми марками и продвижение частных марок. Еще раз говорю, в психологии сейчас клиент говорит, это реально прям, они даже в интервью об этом говорят. Зачем мне переплачивать за бренд, если я вот могу купить? Это не все товары. Еще раз говорю, вот фэшн, наверное, он пока еще останется, ну, в каких-то моментах он останется еще в брендах. Потому что если я люблю этот бренд, я буду его носить, и вряд ли вы меня перестроите на другой. Как я говорю, да, чехлы на танке продают не все. А я девушка достаточно колоритная и габаритная. Поэтому я своим брендам не изменю, это точно. А вот могу точно сказать, по носкам, вы меня спросите, какой у меня бренд носки? Вряд ли. Я даже не отвечу. Мне пошла дочь, купила их там 10 пар, да, и я спокойно хлопаю в ладоши. То есть понимаем, а что это не значит, что вы с фанатизмом на это кинетесь. Как выстраивать коммуникации в самоизоляциях со своим потребителем? Подходим к самой важной для нас группе, да, и вот как раз у нас очень мало уже остается времени. Я хочу, чтобы вот это вы прямо запомнили и посмотрели. Еще 6 лет назад я показывала эту картинку и говорила, вот это ваши точки касания с вашим клиентом. Посмотрите, пожалуйста, на них и обратите внимание. Смотрите, оффлайновых только 3, все остальное это онлайн. Еще 6 лет назад мы об этом говорили, просто мало кто работал тогда. Сейчас вот это не значит, коллеги, что вы кинете сейчас во все эти точки касания. Нет. Выберите для себя определенные. У вас это будет презентация, у вас останется прям этот кадр, вы можете потом посидеть своей командой и в этом поработать. Но я просто хотела показать, сколько еще у вас точек канала со своим клиентом. Нет возможности сейчас продавать продукт, продолжайте коммуникации. Это про оффлайн я говорю, если я в оффлайне. Продолжайте и усиливайте свою репутацию через онлайн-каналы. Как это может происходить? Очень просто. Какие сейчас актуальные рекламы? Вот обратите внимание. Это реклама в супермаркетах. Это реально сейчас работает. Мне это подтверждают сейчас рекламщики. Я с ними связана постоянно. Я с ними общаюсь, потому что мы контенты придумываем, мы флайера придумываем. Поэтому они реально говорят, Ирина, вот мы прям видим, как у нас просят. Флайеры, флайеры, флайеры. Мы говорим, куда? Локально, локально. Доставка еды. Мы прямо разработали сейчас одну программу спицерии ей. Как раз она у нас мало того, что социальная, она помимо этого у нас как раз еще работает на то, что мы размещать можем рекламу по целевой клиентской группе прямо на коробках с пиццами. Шильдик этой компании. Ну, к примеру, мы везем все ребятам в эти, в айтишникам. Мы прям знаем локально, что у нас там на Марион, там ребята все сидят, айти-компании, все наши умы, мировые причем, они все там сейчас. И вот мы, когда они заказывают пиццу, это не значит, что есть семейные пиццерии, а есть вот именно такие бизнесовые пиццерии. И вот эта бизнесовая пиццерия, мы когда подумали, мы посидели, говорим, а что туда ребятам закинуть? Трудно договориться с супермаркетами в Москве на размещение листовок. Дайте совет. Светлана, давайте отдельно прям обне, вот прям в чат, можно даже на мой телефон, на Viber или на WhatsApp. Я готова с вами пообщаться отдельно. Сейчас просто мы не будем занимать это. Да, трудно договориться. Надо понимать, надо разговаривать. А сейчас никто не в шоколаде. Вот, может быть, тогда было трудно договориться. Может быть, как раз наоборот, сейчас-то это легче сделать. Или тогда подумайте, как можно это сделать, что вы этот продуктовый локально, что вы каким-то образом им помогаете себя разрекламировать. Я не стала бы брать всю Москву, потому что Москва – это не приоритет, раз. Но если вы работаете на Москве, то тогда да. Но я думаю, что помимо Москвы больших супермаркетов, есть локалки. И на локалках к вам куда интереснее с ними общаться. Но готовы в личной беседе пообщаться. Так вот, реклама на ТВ. Я не являюсь целевой аудиторией телевидения. Я не смотрю телевизор много лет. Но при этом, разговаривая с 59.ru, они подтвердили о том, что у них реально есть увеличение продаж за счет того, что нас посадили на карантин. Интернет-реклама. Вот здесь я прям вывела красным шрифтом. Обратите внимание. Сейчас идут колоссальные сливы. И мне это ребята, айтишники, подтверждают. СММ-маркетологи подтверждают. Это в контекстную поисковую. Пожалуйста, очень досконально проверяйте, куда вы сливаете ее. Вот там сейчас идет слив. У меня есть компания, которая продвигает сайты нескольких моих клиентов. Они честно, открыто сказали, давайте остановим рекламные кампании. Давайте, потому что мы реально видим, слив идет. Не стоит пока этого делать. Давайте найдем другие какие-то моменты, каналы. Вот это порядочная просто компания, которая реально. А есть достаточно много непорядочных кампаний. Поэтому вот здесь возьмите это под очень жесткий анализ. Таргет – это тоже может быть слив, причем колоссально. И вторая ошибка в таргете сейчас – это когда настраивают, большой ареал берут. Нет, сейчас в таргете работать будет, это локальные ареалы. СММ – минимальные инвестиции. Я настоятельно рекомендую. Знаете, у нас даже есть такая поговорка. Если вас нет в соцсетях, вашего бизнеса нет. Но только, пожалуйста, опять же, давайте без фанатизма. Когда мне все кричат на каждом углу о том, что там Инстаграм – это панацея. Нет. Это просто точка, одна из точек касания с вашим клиентом. Но это не панацея. И говорить о том, что туда тоже сливать бюджеты, я бы не стала. Прежде чем вообще все это делать, есть смысл сначала посмотреть на это другим способом. Почему СММ интересен? СММ – это не только соцсети. Вот это тоже хочу, чтобы вы для себя поняли. СММ – это онлайн-каналы, многоканальность, которая внутри. Это могут быть и чат-боты, это могут быть и соцсети, это может быть та же e-mail-рассылка. Вот это все вместе. Так вот здесь как раз уровень доверия выше, чем у других каналов. Работа с целевой аудиторией форматно, прям через таргет. Мы идем только к тем родительницам, к тем мамочкам или по обуви. Не знаю, для всех большеногих, для всех, у кого маленькая ножка. Ну, я образно говорю, конечно, группы. Социальные медиа сокращают время принятия решения о покупке. Они подталкивают нас, даже как потребители, на то, чтобы мы перешли. Вообще соцсети – это тот тамплин, который должен вам увезти людей на сайт, который должен вам увезти на ваш маркетплейс, если у вас есть интернет-магазин при маркетплейсе. У меня просто есть мое хобби, мои шапки Бонибо, это такие шапки для бани. Можете просто набрать хэштег Бонибо, и вы прямо на нас все выйдете, вы упадете. Они у меня уже по всему миру расходятся. И вот у меня мой есть интернет-магазин на маркетплейсе. Это город мастеров, ярмарка мастеров. Он у меня там. Так вот, когда я пишу посты, я увожу людей туда. В соцсетях я не продаю шапки. Я просто о них рассказываю. И мы там картинки размещаем. Мы показываем, как мы бесимся. Мы показываем, куда у нас карту мира, куда уходят наши шапки. Но людей всех увожу на маркетплейс. Вот такая должна быть история. Дешево протестировать. Да, на самом деле так и есть. Потому что там можно быстро получить обратную связь от своих клиентов, от своей целевой. Взяли, закинули им пост, проверили, поработали с ними. Вы увидели, на самом деле, насколько это заходит и как. Стоимость привлечения нового клиента всегда гораздо выше, чем стоимость удержания старого. Сколько бы мы не просчитывали бюджетов, коллеги, пожалуйста, услышьте. Вы либо воюете с конкурентом за его клиента, это очень дорого. Вы либо привлекаете нового, это тоже дорого. А вот правильно настроить систему контакта со своими клиентами, вот это правильно. У меня на консультации полгода назад был детский садик. Я говорю, ты вообще анализировала свою детскую группу, вообще своих клиентов? Она говорит, ты знаешь, нет. Ну, как бы я знаю там многих в лицо. Когда мы с ней проаранжировали всю ее группу, она удивилась сама. И она поняла, что когда она стала их анализировать с психологической точки зрения, не демографической, где они расположены, где у них какие высшие образования, в каких компаниях они работают, а когда она подняла их психологию, и она поняла, что им детям не хватает того же бассейна. Она тут же договорилась по партнерке с бассейном и стала детей из групп возить вот этот бассейн. То есть вот это как раз тот такой толчок, когда мы берем анализ, и она стала работать внутри группы. Так вот, если перед этим у нее она шла ко мне с четким пониманием на стратегическую сессию, мне нужны новые клиенты для привлечения в дошкольное, в дополнительное образование, ну там эти досуговые всякие игры, то потом очень четко мы переформатировали с ней стратегию, мы поняли, что лучше достучаться до своих клиентов. Мы по бюджетам когда обсчитали, мы даже до доллара просчитали с ней, сколько ей обошлось потратить на внутренних клиентов, и сколько ей обошелся внешне привлеченный новый клиент. Причем мы еще сегментированы ареалом, потому что, ну, можно возить за 39 земель в детский центр, но по большинстве случаев все равно мы будем стараться находить где-то рядом. Либо из-за няни, чтобы она его смогла забрать, либо нам по пути ехать, и мы можем ребенка забрать. То есть зонирование даже при детском садике – это немаловажный вопрос. Поэтому работайте, старайтесь со своей группой. Мы так уже должны сейчас заворачиваться уже потихонечку, у нас мало времени осталось. Как выстроить систему коммуникации? Во-первых, очень четко должно быть понимание. Давайте я прямо по шагам пойду сразу же, сейчас перехожу. Первое. Определяйте свою целевую аудиторию. У вас их должно быть минимум 5-6. Это минимум. Мало того, что есть очень четкое понимание, как их нужно сейчас ранжировать. Это не то, что там самоизолированные, это просто временная сегментация этих людей. Второе. Нужно понимать, что нужно промониторить, сколько стоит ваш каждый канал, который вам приносит лиды. Лиды – это теплый, ну, мы знаем, теплый лид. Это человек, это теплый покупатель, который должен у вас что-то купить. Он еще не купил, но это мы называем лиды, которых мы привлекаем по воронке. Дальше. Четвертое. Мы говорим, собрать, в каких вы конкретно каналах будете работать. Вот еще очень часто, с чем я сталкиваюсь с предпринимателями, ошибка. Мы берем очень узко, 1-2 канала. Или берем так. 3, 4, 5, 6 каналов берем. Смотрим, что они мало работают. Мы их отсекаем, оставляем 2. Не сработает. Вы можете на 2-х потерять. Почему? Потому что точек касания до принятия решения минимум 7-8. Если я вас где-то увидела, в соцсетях подтвердила, рассказ прочитала, это посмотрела, Мария Ивановна рассказала, это все точки касания. Так вот, чтобы я приняла решение, к вам пришла, мне нужна несколько многоканальность. Поэтому мы говорим о чем? Что перераспределение бюджета, да, вы больше сил тратите те, которые вам лиды дешевле, но продуктивнее по конверсии, а другие вы делаете просто поддерживающее. Потому что когда вот сейчас мы с ателье, с мужским, их остановили продажи, мы стали шить маски, но в то же время мы что сделали? Прошу прощения. Мы посмотрели, реклама в ВК, в соцсети, была стоила 2,5 тысячи. Сейчас нам в коронавирус, в самоизоляции, нам выставили 5 тысяч. Я сказала, закрываем. Мы тут же переформатировали, мы на тысячу рублей сделали флайеры, и эти флайеры, мы договорились по партнерке с курьерской службой, они приклеивают прямо мужское ателье, костюмы мужские, они приклеивают к конверту, к пакету, который приедет непосредственно директору, и сама курьерская служба по партнерке прям целенаправленно только в офис доставляет вот эти флайера. И мы реально оттуда получили уже 6 заказов, вот через такую систему. Это куда правильнее работать, чем просто мы бы в ВК выкинули эти 2,5 тысячи. Это не потому, что у нас там большая сумма или маленькая. Нет, мы говорим о том, что мы просто правильно проанализировали. Да, мы, возможно, вернемся в ВК, но не сегодня, потому что мы нашли более дешевле канал, но зато он целевой. Почему? Потому что когда получает директор курьерские документы, а это никто не отменял, и мы увидели, что этот заявки растут, потому что мы переговорили с курьерской службой, таким образом мы поняли, что лучше мы прям вот так в руки к нему попадем, чем мы просто будем, ну, может, вообще в ВК не заходим. Вот вам ситуация. И на мой полторы тысячи реально прям сэкономили денег. Составить план контент с разбивкой. Вот это я сама лично даже делаю в своем бизнесе. У меня есть четко полезный контент, новостной, продающий и развлекательный. Это не значит, что здесь только соцсети. У меня здесь есть e-mail рассылка, здесь у меня есть социальные сети. Я не веду все. Многие говорят, почему тебя нет в Инстаграме? Я говорю, я есть в Инстаграме, только Инстаграм – это визуальный контент, больше развлекательный. Да, он может быть продающий на определенной группе товара. Но если мы рассматриваем, где находится мой целевой, я для себя понимаю, мой целевой клиент находится в Фейсбуке. Он у меня конверсионный, я даже знаю свою конверсию оттуда. Я за ней слежу. У меня в ВК я поддерживаю его, я есть в Одноклассниках. Но при этом я просто эти поддерживаю группы. Я не сливаю туда бюджеты. И вот таким образом, посмотрите, пожалуйста, вы должны составить таблицу и посмотреть, какой из каналов вам выгоднее. Вы прямо берете, четко говорите, потратила 50 тысяч, получили сразу столько-то обратно. У меня такое-то роя, столько-то процентов. Через столько-то дней столько. На самом деле, понятно, что это будете вести не вы. Но если вы как собственники, как руководители, как топ-менеджеры, завтра придет к вам СММщик, которого вы наймете, либо там фрилансер, с которым вы будете работать, вы запросите с него вот эти отчеты, это будет правильно. Потому что вот ко мне, опять же, на две недели назад обратилась фэшн детская одежда, обратилась ко мне предпринимательница, она говорит, Ирина, что мне спросить с СММщицей? Хороший, да, вопрос? А я говорю, подожди, а контент-план есть? Она говорит, в смысле? Я говорю, в прямом. А я говорю, а какие она контенты разбила? Контент развлекательный, информационный, продающий. Продающий, покажите мне пост, как он выглядит. И когда я проанализировала ее соцсети, я поняла, что она просто девочка там ни за что получает деньги на хайпе. И она не делает той работы, которая должна. Она даже не отслеживает, сколько у нее, какая конверсия у нее с ВК, какая конверсия в Фейсбуке. А в Фейсбуке, оказывается, вообще у этой компании, у этой детской одежды нет ее клиентов там. Реально нет? Они локальные у нее все, на одном узконаправленном районе. У нее парк сработал с носочками лучше, чем этот. Понятно, что сейчас в парке никто не гуляет. Мы не делаем эту акцию. Но когда мы раздали по одному носочку, мы конверсию получили оттуда практически 70%. Мы получили этих людей обратно. Ни одна нам соцсеть не принесла столько людей конверсии. Вот вам и результат. Это важно. Я прям беспокоюсь, что мы с вами не успеваем пройти. Вопросы, ребята. Вот сейчас можно задавать вопросы. Я очень вкратце расскажу про нашу школу ритейла. Мы ее зашили в онлайн. Сейчас она у нас есть. Это 10 недель, по 2 занятия в неделю. Это 10 модулей. Мы можем потом отдельно, я могу скинуть ссылку, кому это интересно. Мы, ее больше трех лет у нас уже школа велась в региональном масштабе. И сейчас очень даже обрадовался Казахстан, что мы ее вывели в ранг онлайн. 20 спикеров работают на каждом занятии. Занятие 2,5 часа. И мы как раз вот рассказываем полностью, прям прорабатываем со всеми предпринимателями их вопросы и их бизнесы. На ходе мозговые штурмы. И сейчас мы как раз зашили по 2,5 часа на одно занятие. Получается 10 недель. По 2 занятия в неделю. Школа ритейла. Мы даем полностью формат. По каким критериям нужно выбрать СММщика для сети маркетов? По каким критериям? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что как только вы определитесь. Смотрите, СММщики тоже есть разные. Можно отдать на компанию. Можно отдать одному. Один СММщик не сможет вести все ваши сети. Только по одной простой причине. Контенты в ВК будет один, в Фейсбуке будет другой, в Инстаграме он будет третий. Это такой многорукий многолик. Я честно вам скажу, я не знаю таких. Всегда, когда мы выбираем на фрилансе команду, мы выбираем трех фрилансеров, которые отвечают, первый за таргет, второй, это, как правило, команда из трех ребят, второй отвечает за посты, а третий за ведение всех соцсетей и сбор отчетов. Вот тогда это правильная команда. Если вы будете нанимать таких фрилансеров, да, как правило, которые одиночки фрилансеру, он, знаете, как сейчас они говорят, я прошел курс, он СММщика, я теперь гуру, я теперь все умею. Да, практически, честно говорю, ни черта они не умеют. Всегда у них запрашивайте те группы, которые они ведут, а самое главное, запросите у них конверсии, которые они собирают и сколько получают, реально сколько в рублях. Не сколько вы ему платите, а сколько он вам принесет денег и платить ему за результат. Вот тогда это будет правильный СММщик. Когда мы выбираем СММщиков, мы их подбиваем, и они у нас получают процент от результата, а не фиксированные ставки. Есть СММщики, которые говорят, ой, заплатите мне 30 тысяч, и у вас будет рай. Нет рая, сколько бы я не убеждалась. По этой причине у меня нету самой лично до сих пор СММщика. Потому что то, что я вижу, это, как правило, многоруких их нет. А в компаниях, да, они берут, надо понимать, за что. Опять же, сталкиваюсь с тем, что когда я веду своих, консультирую своих предпринимателей, некоторые СММщики берут по 40, по 50 тысяч, некоторые по 100 берут тысяч и не выполняют критериев. Они не выходят на те лиды, которые нужны. Поэтому вот берите, нанимайте, на любую можно сеть, хоть на продукты, хоть на что можно нанять человека. У меня сейчас вот мясные лапки грузинские, очень хорошо работает девочка. Она четвертая пришла. Трех пришлось убрать. Пришла сейчас четвертая девочка, мы реально видим результаты. Мы отчеты видим, мы цифры видим. Нет цифр, нет явления. Рассказывать, раскрывать павлини хвост они могут все. Они вам нарисуют кучу всяких картинок и будет вам рай. Но вы, как только говорите, получаешь по результату процент. Вот тогда они встают и начинают пахать. Мало того, очень многие реально из них даже не близко, не оценивают. Вот как раз именно СММщик, первый, кто вам должен показать стоимость каждого приходящего лида. Правильные профессионалы именно с этого начинают. Как работать с товарами-аутсайдерами, какие есть схемы. Схемы, Дина, есть очень простые. Во-первых, вы должны их вывести. Нужно посмотреть. Я вот скажу здесь вкратце, если об этом нужно более детально поговорить, я вас приглашаю, у меня будет прямо отдельно вебинар, где мы будем разговаривать об этом. Он бесплатный, он будет проводиться в рамках торгово-промышленной палаты. Будет он через неделю. Но я скажу очень быстро. Аутсайдера схема выводиться должна быть следующая. Есть четкая матрица. У вас лидеры составляют даже по закону Парета, грубо говоря, это 20% от общего количества СКЮ, 20% лидеры составляют вам 80% ваших продаж. Реально, в товарообороте. Вот как раз я вам которую табличку пришлю, вы там по ней прям это можете для себя увидеть и прямо сделать этот отчет. Он очень легкий, он со скринами, прям пошагово. У меня девочка там обыкновенный продавец в каком-нибудь селе, в ауле, она может спокойно сделать такой отчет в Excel. Главное, чтобы умели работать с Excel. Все, больше вам ничего не нужно. Даже там новичок справится. Так вот, Дина, что хотела сказать. Аутсайдеры не должны составлять 50% количества СКЮ от количества лидеров. Если у вас 20 лидеров, то аутсайдеров в группе не должно быть более 10. Вот это прям самая легкая схема, по которой я... Это первый анализ, который я очень быстро провожу, чтобы понять, куда мне углубляться. Где собака зарыта? Где деньги зарыты? Потому что, когда я беру 100 позиций конфет шоколадных, не леденцовых, а только шоколадных, реально понимаю, что только 60 позиций нам нужны в ассортименте, а там 60 – это не ликвиды. И только 10 позиций – это топовые позиции. Это даже не КВА, а только топовые позиции лидеры. Представляете, 60 аутсайдеров мы как раз выводим из ассортимента товары без движения. Как вычислить, почему не нужно убирать, чтобы не потерять 80. Урмат, смотрите, все очень просто. Если у вас есть отчетность, если у вас правильно настроено, я не знаю, в какой вы программе работаете, в какая у вас автоматизация, даже если 1С, настройтесь с программистом, очень просто. Покажите, вы просто заводите 1С. В 1С они, тем более, это есть легко, и вам в этом может помочь ритейл.ру, они же очень коннектят, хорошо работают с 1С-никами, ребятами. Так вот, смотрите, там что есть. Быстро очень скажу. Там есть отчет, который показывает, вы когда, показать все чеки, смотрите как, показать все чеки, в которых находится этот товар. Как мы вычислили вот этих сигаретников, Винстон этот. Мы запросили чеки, он нам показал эти номера чеков, это первый отчет, это просто в отчете. А потом мы сконнектили с компанией Призма, которая нам показала видеоряд, прям видео этих людей. И мы увидели, что это один человек, один мужчина. Ну, в разной одежде он там был, но это один мужчина. Вот как мы это вычислили. Так вот, что можете сделать вы, чтобы их не убрать? Вы должны собрать, допустим, там, я не знаю, собрали вы какой-нибудь там кефир, и вы смотрите, в какие чеки входят кефир. Если у вас правильно есть отчет по чекам, то у вас есть диапазон. Золотые чеки, маржинальные чеки, большие кассовые, есть дешевые, ниже среднего чека, это, как мы говорим, это мелкие чеки. Если это там позиция, если это было 20 разных покупателей, среди 10 тысяч покупателей, это незначительно. Тогда это точно, как я говорю, в Покровских воротах. Но если же это на самом деле в диапазоне чеков, ну, допустим, у вас чеки колеблется, ваш средний чек 350 рублей, вы начинаете диапазон собирать 350 до 600, 600 до 1000, с 1000 до 2000, с 2000 до 5000 и свыше. И вот когда в этом диапазоне смотрите, а где эти чеки, если эти товары аутсайдеры есть вот в этих чеках высоких, нет, тогда надо, там надо смотреть, какая частотность у этих чеков. Это более глубокий отчет. Но на самом деле нельзя продуктовиков терять, потому что если, как вот я говорю, человек ходил к вам всегда, он тратил, если он чего-то не докупает, он раз вытерпит, два вытерпит, на третий он поменяет магазин, даже в локации. Если я, я скажу очень образно, вы сейчас поймете, почему. Безумно люблю пиво, покупала туборг, но к нему мне нужны были товары-спутники. Так вот, в моем семье, в магазине семья не было туборга. Я не купила туборг, я не купила чечил, я не купила чипсы, я не купила косичку и тыквенные семечки. Когда они все время не возили, у них не было одно время, там что-то месяца 3-4 этого пива, я просто поменяла магазин. Я чипсы лейс куплю везде, поэтому я просто поменяла магазин, потому что для меня это важно. На тот момент для меня это было важно. Также наши покупатели могут, а чеки важно смотреть именно маржинальные. Вот, показываю последний кадр, на котором есть мои все координаты. Так, где он? Вот. Мой телефон, я есть в WhatsApp, есть в Viber, Consult Retail. Вот на эту почту вы мне, пожалуйста, пришлите, прямо напишите, что я с вебинара, я вам вышлю на него как раз отчет, как собрать быстро портфель по рейтингу, по аутсайдерам, чтобы вывести их по прибыли, по количеству, хотя бы это первое, что можно сделать. Если у вас сейчас нет денег там на программу, на аналитическую, еще что-то, это просто прямо в Excel. Я в любую деревню приехала, сняла отчет продаж с 1С, перевела его в Excel, быстро собрала, я вижу картину, с чем начинать работать. Это вот, это не панацея, это просто первый легкий шаг. Второе, проанализируйте, пожалуйста, обязательно у себя все точки канала, с чем вы работаете, сколько стоит каждый ваш канал, посмотрите, как вы можете переформатировать. Но упаси вас, Бог снижает деньги на рекламу. Мы все маркетологи говорим в один голос, просто переформатируйте ее. Понятно, что у вас сейчас может вообще не быть денег на рекламу. Находите ресурсы, находите кросс-партнерку, договаривайтесь, даже бартером делайте. У нас ребята пошли бартером, рекламщикам нужны было мясо, а мясникам нужны были листовки. Они сконнектились очень хорошо, мне понравилось, как они это сделали, потому что они своим штатным работникам раздали мясо, а те сказали, да, нам это сейчас, в такое время нам это подходит. Все, вот вам, пожалуйста, ребята сделали бартер. То есть вот тоже как выход из положения. Это не панацея. Просто мы говорим не сидеть и не ждать, а что-то делать. Я приглашаю вас на мои вебинары, они будут сейчас, и пока у вас есть возможность, приходите, мы их будем делать. Я могу вам отправлять, если вы мне напишите, что там Ирина отправит нам ссылку на вебинары, я вам буду отправлять ссылку на вебинары. Они будут проходить по два вебинара, вторник и пятница, на следующей неделе, три в подряд недели с торгово-промышленной палатой Пимского края. Коллеги, дайте обратную связь. Спасибо огромное, Ирина. Отлично. Ребята, давайте дружить домами, я очень рада, я всегда на связи. Я есть в Фейсбуке, у нас есть сайт Школа Ритейла, обращайтесь, мы выступаем в офлайне, вот сейчас у нас мы должны были выступать на Метро, но Метро отменили выставку, там вообще мое выступление. Будете в Москве на каких-то выставках, еще что-то, смотрите, там, где я есть, я всегда готова, всегда общаться. Большое спасибо. Ребята, на самом деле было классно. Санкт-Петербург, я в Петербурге, Дина очень хорошо работала с софт-балансом, я двухдневные тренинги там провожу, мы с ними очень часто контактируем. Мне было очень интересно найти увеличение в смежных группах. Отправила запрос в Фейсбук. Отлично, да, у меня там, я там почистила, у меня 5 тысяч покупателей этих, у Френдов, но я почистила. Слушала бы и слушала вас. Надира, давайте лучше не слушать, давайте лучше делать. Вот слушать я могу говорить сутками, а вот лучше докажите, что вы что-то применили и отчитаетесь. Коллеги, услышьте, пожалуйста, я всем своим клиентам, кто со мной работает и кого я консультирую, всегда говорю. Если вы из вебинара или из моего разговора, или из моей консультации взяли хотя бы 10%, 1-2 лайфхака, применили в течение 72 часов, это классно. С Кыргызстана. Ой, Кыргызстан, мы там хотели делать двухэтажный детский магазин. Пока, видимо, ребята в связи со всей нестабильностью ушли. Урмат, мне очень нравится, я с Казахстаном люблю работать, Кыргызстан, тем более, тоже там прям рядом соседи. Обращайтесь, ребят, обращайтесь, я всегда рада общаться. В Казахстане мы будем делать в конце мая школу ритейла, будет прямо специально для Казахстана, отдельная. По России будет тоже запущено где-то после числа 20 мая. Я пока не утвердила точно даты, потому что там я сейчас согласовываю со всеми спикерами. Но все очень рады, наши предприниматели, что, во-первых, мы усилили хорошими профессиональными спикерами, именно общероссийскими, я очень этому рада. И плюс еще мы добились результата уже в этом. Сейчас будет уже другой вебинар. Я вас всех люблю, ваши батарейки на Джайзер, обращайтесь, я всегда открыто, очень легко общаюсь во всех каналах. Казахстан будет оффлайн-встреча. Будет, мы ездили, я три года туда езжу. Там нас, Урмат, обратитесь, пожалуйста, там есть компания, наберите на сайте, на почту, презентацию вышлю обязательно. Сергей, без проблем, вышлю. Урмат, компания «Профессионал», наберите, пожалуйста, компания «Профессионал». Они провайдеры, они меня уже три года возят, зазывают, я с ними работаю очень плотно и по консультированию, и по этим. Софтбаланс, наши соседи, я их очень люблю, они очень креативные ребята. В Крыму не хватает такой информации. Даша, согласна, давайте пока общаться домами. Крым пока для нас закрыт, поэтому я готова. Если соберете для себя, для своего ритейла, там, вебинары, я всегда за, мы можем вообще сделать с вами отдельно корпоративный курс. Всем спасибо. Ребят, продаж. Тот, кто стоит на месте, тот умирает. Тот, кто хотя бы бежит, уже классно. Это не Алиса в стране чудес, это мы с вами. Как мне иногда говорят, Ирина, пеножок, я ваш пеножок, идем работать. Всем работать. Любить своих покупателей, любить своих потребителей. Всем пока и хороших вам продаж. Субтитры сделал DimaTorzok